Так, дамы и господа, всем привет! Тема сегодняшнего нашего доклада является анализ IT-решений на проекте Deus Ex, который идет на кучу народа, явно выраженных проблем, которые там были обнаружены, ну и возможно каких-то мыслей, как это было бы избежать. То, что называется обычно Космортом анализ после завершения проекта. Ну, соответственно, темы довольно много разных пусков. Я, честно говоря, не знаю, как бы, зависит от аудитории, кому что интересно. Первая, там, вводная часть, это, собственно, рассказ про то, что было сделано на проекте. Дальше рассказ про основные ошибки и выводы. То, что очевидно из анализа. И последние два куска, это рекомендации или эмоции по поводу того, если вы вдруг решите повторить наш опыт, что бы имело смысл сделать. Это для программистов. Ну, то есть, или те, кто готов и не хочет друг друга представить. Соответственно, если неинтересно... Важная интересная тема, это как вы будете делать это в следующий раз. Я тебе честно скажу, я не буду. Об этом я могу отдельно потом рассказать. У меня есть ответ на этот вопрос. Как бы я это сделал, если бы знал все, что знаю сейчас. Как бы сделал лучше. И, собственно, последние два куска. Ну, там не про все, а скорее про мобильную часть. Ну, поехали. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Андрей Кривцов. Моя профессия – системный архитектор. Но я занимаюсь всяким Microsoft по жизни. И здесь я рассказываю примерно по своей работе по какой-то степени. Надо отметить, что программирование не моя специальность от слова совсем. Так что разработка эта для меня был такой тоже новый интересный опыт. Очень интересный и очень новый. Все вытекающие. Вот. Соответственно, сейчас мы поговорим про то, что было сделано в рамках проекта. Потом будем говорить, насколько это было хорошо. Соответственно, это основные разделы от того, что можно рассматривать. Это разговор про серверную, сетевую оборудование на полигоне. Вторая часть – это улучная площадка. То есть это все, собственно, программные сервисы, которые обслуживали проект. Ну, и дальше там список того, что было развернуто, собственно, эту площадку. Видно это все? Да, нормально. Окей. Основные принципы выбора решений для реализации. Исходная была, долго обсуждался вопрос, будет ли у нас интернет на полигоне, будет, не будет, где будет полигон и так далее. В итоге решили, что, наверное, все-таки он будет. Выложу, конечно. Конечно, выложу. Там 60 слайдов надо, все не успеем в любом случае. Короче, основной принцип – все, что можно запихнуть в облака и все, что можно не вести на полигон, потому что иначе мы все бундерли. Второй важный пункт, заданный заранее, это минимизировать всякие домашние, кустарные, самосборные и так далее, дешевые, непонятно кем сделанные аппаратные решения. Ничего домашнего, ничего кустарного. По возможности использовать готовые какие-то программные продукты, а не конструкторы из open-source, эти бесплатные. И пытаться документировать. То есть вести человеческий проект, а не собрались, сделали за выходные что-то. Соответственно, полигонная инфраструктура. То, что было сделано на полигоне, чтобы все это работало. Мы предполагаем, что у нас не хватит покрытия GD, OTA и так далее, телефонного на полигоне. Поэтому исходно поставили себе задачу получить приз по размеру покрытия Wi-Fi на полигоне и покрыть Wi-Fi весь полигон. То есть это примерно 500 на 500 метров, такой размер. И покрыть Wi-Fi всё. И сделать это, по-моему, первыми. Когда мы выбрали бы нашу родивую историю. Поскольку полигон себе представлял частично одноэтажное строение на месте бывшей цифабрики, частично это какие-то там палатки или какие-то лёгкие строения, сделанные для игры, то, соответственно, у нас пришлось покрывать Wi-Fi и электричеством, и освещением, всякими инженерными сетями, как внутри самоостроения, так и внешнюю территорию между этими палатками и прочими игровыми постройками. Полигон смешанного типа. Если вот тут карту видно, не знаю. Вот эти вот прямоугольники — это, собственно, строение, а всё, что вокруг — это территория. Было проложено, организовано несколько инженерных сетей. Соответственно, электричество по всему полигону с использованием частично старой проводки, которая там осталась, частично своей. Проложены оптические линии, проложено СКС. Мне вот тут не прислали, спросил вчера, но не успели писать статистику, сколько, собственно говоря, СКС в километрах мы там проложили. Но, по словам птица, положил вчера в районе трёх пунктов или четырёх километров в сумме из СКС. Сколько времени это всё заняло реально? Заняло это всё очень немного времени, как ни странно. Это заняло примерно четыре дня. Основная группа развертывающих туда приехала в пятницу вечером до игры, и к вторнику все инженерные сети были закончены. Это совершенно фантастический результат, но я там потом скажу про структуру команды и количество людей. Но я не ожидал, что у них это получится, это очень круто. В принципе, профессионализм роляет, потому что из десяти человек, которые занимались электромонтажем, не считая волонтёров, большая часть этим занимается пожить. Мы вообще хотели купить бригаду электромонтажников на несколько дней, потому что они это всё проложили за деньги. Но оказалось, что не нужно. У нас своих были лет. Соответственно, это статистика по всякому оборудованию, на котором всё это работало. Мы повесим в сумме 20 с лишним Wi-Fi на точках, которые покрыли территорию. Большая часть — это CISC, всевозможные. Несколько Ubiquity и всяких коммутаторов. Какие конкретно модели? Эти внутренние круглые. Обычные Unify, может быть, LR, не уверен. Четыре штуки хватило, чтобы коврыть 500 на 500? Нет, нет. Смотри территорию. Короче, вот это вся территория. Вот этот ангар. У него длина метров на 60, суммарно. Вот он был покрыт Ubiquity. Вот это всё покрыто CISC. Естественно, Ubiquity не слишком хороши. С точки зрения качества работы на них было больше всего нареканий. Они хуже CISC, по многим критериям, но они намного дешевле и доступнее. Общее мнение по поводу Ubiquity. Если у вас нет ничего лучшего, а Ubiquity есть или деньги на них есть, ну окей. Просто вешайте квадратно-бенедовым способом, просто много. Ubiquity — это нижний уровень качества и сложности оборудования, который имеет смысл применять. Всё, что хуже — забыть. Ну, потому что вы убьёте времени на настройку и стабильность, стабилизацию этого кошмара намного больше, чем оно всё стоит. Также вся эта конструкция работала на десятки разнообразных коммутаторов. В основном CISC разных размеров и форм и видов. И одну коммутаторию Гидран. Поскольку мы почти всё утащили в облака, собственно, из сервисов, в которых все это работало, серверов у нас было очень мало, и это были мои домашние самотворные сервера, моя домашняя лаборатория. Ну, их было два — с развернутой платформой виртуализации и с каким-то количеством виртуальных машин, которые обеспечивали, собственно, работой полигонной инфраструктуры. То есть это всякие DSCP, DNS и прочая сетевая инфраструктура и контроллеры управления Wi-Fi. Соответственно, большая часть сервисов в облаке, то, что осталось на полигоне, это обслуживало, собственно, полигоны сети. Чтобы всё просто работало сети, подключалось к интернету. К поводу интернета. Нам сильно повезло, ну, как сейчас, наверное, не так ещё, как очень повезло. В хостеле было своё подключение, это была оптика внезапно. Мы договорились с провайдером, чтобы на время проведения мероприятия нам сделать 100-мегабитный uplink и с отдельным Биланом, отдельным IP-шником, всем отдельным. Ну и, соответственно, подключили свою сеть мимо всего хостела к полученным ресурсам. Это отличное решение, отличный результат, много лучше, чем могло бы быть. Но сейчас это было... Коля, могло бы там много хуже. Вот, ты же понимаешь. Ну и комментарий, что всегда мы оценивали риски поломки оптики как примерно равные нулю. Нам, конечно же, повезло. В первый день игры, в первую ночь игры, в первый час игры, нам пришёл ураган, который устроил игровой катаклизм, а заодно устроил пожизненный катаклизм. Повалил дерево, которое упало ровненько на эту самую оптику, идущую к нам. И на примерно 16 часов мы лишились нормального объекта. Надо отдать договор на Geekalink, что они офигачили весь день. Часам к четырём следующего дня они поставят муфту. Там магистральный камень перебил. Но эта серия нам очень повезла. Во всех смыслах. Так, это на самом деле на потом. В общем, мы говорили кому-то интересная сетевая схема этого безобразия, которое мы там построили, достаточно простая. Несколько виланов, несколько серверов, один интернет шлют, собственно, всё. И несколько, и две, если всё, на две Wi-Fi-ные сети. Соответственно, мастерская сеть и игровая сеть по всему полигону. Мастера могли быть в своей сети или какие-то были в своей сети. Облачная инфраструктура. Самая весёлая и сложная, потому что она много больше. У нас было, нам предоставили бесплатно, слава богу, СОК одного из российских облаков, в котором мы могли там развести свои виртуальные машины, чтобы положить наши сервисы. Всё это работало под Windows-сервер Мацинтос, например, пополам. И там были размещены сервисы, обслуживающие собственно полигонную инфраструктуру и игроков и игру. Это почтовая служба на базе Exchange. Это ЭЛИС, про который мы сегодня будем много говорить. Информационная система, нобельные приложения. Экономика, это отдельный сервис. Хакерство. Это отдельный сервис. Ну и некое количество обвязки всего этого изобразия. Это схема того, что было развернуто в облаке. У каждых сервера, фронтенды для них, и, соответственно, разные протоколы. Не знаю, что-то интересное там долго в деталях объяснять, но по факту принципами построения всего этого добра было разнесение служб и сервисов по разным вертолкам, отделение их от интернета фронтендовыми проксами, ну и, соответственно, добавление средств управления. Потом я про это скажу. Это было излишнее переусложнение того, что могло бы быть в данном случае. ЭЛИС. Основная тема нашего обсуждения сегодня. Такая важная. Что такое ЭЛИС? ЭЛИС – это программный продукт основной, который использовали игроки. С точки зрения игрока это были мобильные приложения, в которых никто у нас не был. Окей. Да, соответственно, с точки зрения игрока это мобильные приложения, но и с точки зрения нас это, собственно, бэкэнд, который поставляет данные на это мобильное приложение. Ну, формальное определение ЭЛИС – это система моделирования жизненного цикла персонажей, и какой-то предпод воздействия внешних внутренних факторов событий. Значит, соответственно, там основные принципы строения, что каждый игрок представлен в игре. Каждый персонаж в игре представлен некоторые модели внутри ЭЛИС – это набор характеристик, данные показатели, информация, планка, валение, бла-бла-бла. На эту модель воздействуют события тем или иным способом, инициированные игроком, другими игроками, другими моделями. Игрок видит эту модель в каком-то уговоримом виде через мобильное приложение, а может инициировать события, связанные с этой моделью, или своим персонажем получает ранение или что-то делает и так далее. ЭЛИ, собственно, обсчитывая эти события, передает ему изменения модели. Вот эта вот конструкция, что у вас есть некоторая модель – это набор данных, у вас есть события, которые так или иначе приходят в систему, инициированные игроком или другими игроками, или как-то самой моделью. Есть набор правил, которые меняют под воздействием событий модель, и, соответственно, этот цикл повторяется x раз по мере поступления событий. Можно чуть-чуть подробнее? Этот цикл повторяется раз в какое-то время. Сейчас, там про это есть только слайдов, но если этого не хватит, можно подробнее. Ключевые особенности реализации модели. Это, скорее всего, ответ на свой вопрос. Модель персонажей – это набор данных. Они независимы друг от друга и не имеют четкой синхронизации во времени. В каждой модели есть временная точка, на которой она актуальна. На сервере нет постоянно идущего модельного времени. То есть у нас не происходит некий цикл, который не зависит от игроков, когда модель сама живет своей жизнью. Такого нет. Модели обновляются только по мере поступления запросов со стороны клиента. Клиент спросил, когда клиентское приложение запросило, модель пересчитали на актуальную точку временную. В тот момент, когда, собственно, ее спросили. Если события приходят не из клиентского приложения… Да, события – это некое изменение в модели, тем или иным способом инициированное. То есть это какое-то воздействие на персонажа снаружи. Источником события может быть как приложение, то есть сам игрок, так и другой игрок, так и внешнее приложение, которое это событие инициирует, может быть кабинет врача, так и что-то еще, так и мастер. Соответственно, если события приходят не из клиентского приложения, события собираются в очередь и ждут, пока клиент, то есть его мобильное приложение, обратится к серверной части. В тот момент, когда клиент обращается к серверной части, события собранные в очередь, настраиваются в граммологическом порядке, в соответствии с временными методами, и все это дело обсчитывается многократно. То есть на каждую точку временную события пересчитывается модель. Делается много-много раз по всем событиям, которые есть. В итоге получается модель на ту временную точку, к которой обратился клиент, то есть последнюю, на текущий момент. А приложение обращается по какому-то графику, или оно обращается только по… Нет, приложение там с этим сложно. В идеале хотелось бы и сделать так, что приложение обращалось на некую регулярную основу. Дипка 5 минут, например. Оказалось, что производство тоже будет, чтобы на айфонах, например, технически очень сложно реализовать. Потому что как только приложение уходит в бэкграунд, или как только приложение уходит в бэкграунд, и у вас только блокируется соответственно экран, приложение начинает выполняться. И более того, нет на самом деле человеческого способа гарантировать время между обращениями. Потому что фактически на iOS невозможно заставить приложение работать бэкграунд. Оно просто не работает. Оно засыпает. То есть нет старт-сервис-ад? Нет. Там есть фактически несколько заранее предопределенных сценариев самим Apple, их там десяток примерно при которых, система дергает приложение по каким-то критериям. Ну, например, там, плеер музыки, которую надо дергать каждые 100 миллисекунд, чтобы он успел там что-то проиграть. Или дергать приложение по приходу курса общения. Или дергать приложение с некоторой периодичности без уточнения когда. Чтобы оно успело скачать какие-нибудь новости. Фактически с неизвестной периодичностью. С неизвестной периодичностью, что важно. То есть это не можно, нельзя установить, к сожалению. То есть, короче говоря, для того, чтобы, если не нарушать правила App Store, и не пытаться сделать вид, что вы не уникальный плеер, не используя, собственно, не играет музыку, или там какая-нибудь геолокация, если не нарушать эти правила, то вы не можете, на самом деле, заставить приложение с негарегулярной частотой обращаться к серверному бэканеру. Там аналог андроидовских сервисов просто нет? Нету. Нету. То есть, единственный способ, который мы выяснили, заставить приложение проснуться в бэкграунде вроде как что-то сделать, это присылать ему пуш. Да, значит, но проблемы там с пушами, что, во-первых, они не очень стабильно приходят, к сожалению, то есть гарантировать это тоже невозможно. Особенно, когда ты находишься в непонятной зоне покрытия. Ну, тут, на самом деле, мне кажется, не так уж прямо это важно. Ну, короче, да, вообще мы с этим получились. 50% сработает, уже нормально. Ну, короче, да, и проблема в том, что мы это все раскопали, а главное, если он смог это написать, в момент, когда игра была уже через неделю. То есть, оно нормально запустить так и не смогли. То есть, с этим промучились, ну, там, не знаю, два месяца, наверное, в общей сложности, что пуши сами по себе не очень удобные, они же разные на разных, ну, все сервисы пуши разные на разных системах. Соответственно, нужно использовать какой-нибудь общий пуш-сервис, который умеет сдергать и Android, и Apple. Их довольно много, но все они имеют свои странные особенности. Ну, или на Android сделать, то есть, андроидовые сервисы, которые сами будут ходить по таймеру? Ну, либо, да, они делают два разных механизма, и это сделать нельзя, потому что мы поддерживаем весь системы. А если мы делаем разные механизмы, то получается, что у тебя, одни игроки получают преимущество на другом. Это плохо. В случае Android, да, у них будут дополнительные механизмы на всех или нет? Это чисто клиентский. Я понимаю. Проблема в том, что тогда у тебя игроки на Android получают преимущество относительно игроков на Android. Это нельзя делать. То есть, мы не можем использовать сервисы, которые есть в Android, по каким-то причинам, а которых нет в Android, если мы поддерживаем им систему. Так не нужно просто иметь систему, как держать, простите. Это... Это возможная опция, но, на мой взгляд, мы дебатировали эту тему, да. Андрей, Алексей, коротенький вопрос. Я правильно, наверное, разговор про вот за неделю раскопали, это вот идея про задрочить пушами сервака, чтобы он, сука, просыпался с веры за 50%. Ну, мы раскопали то, что это необходимо раньше, но реализовали, допилили эти пуши несчастные, что они приходили, и что-то наконец-то, наконец, бутили приложение, типа, за неделю до игры. То есть, iOS, короче, удалось задрочить? Удалось. Удалось заставить его просыпаться. Скорее, да, чем нет, да. Скорее, да, чем нет, да. Скорее, да, чем нет, да. Я... 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 Ну, наблюдая просто за жизненным циклом моделей его атмосферы, у меня было ощущение, что они действительно обращаются достаточно нормально, с хорошей периодичностью. Ну, да. Да. То есть, вроде бы, этот механизм работал. Короче, он без пушей работал, потому что люди довольно быстро поняли... Ну, короче, мы смогли объяснить людям, что им надо всё это дергаться, это несчастное приложение с порограунда. И когда приложение работает в порограунде, когда они его открывают, оно действительно вполне себе успешно лазит. Я так понимаю, проблемы там, где они были, были системные с тем, что люди просто засыпали, значит, в палатке своей и потом понимали, что всё плохо. Ладно, короче, про это вы чуть позже. Я хочу про засыпание, как быстро засыпали. Все люди, которые засыпали, засыпали больные. Короче... Очень жаль их, очень жаль их. Очень жаль звёздные. Друзья, а это позже. Есть ли статистика по iOS Android? По количеству? Ну да. Или хотя бы... Она, условно, порядка двадцати процентов. Двадцати, скорее всего. Примерно третий Apple. Зависит от того, кто считает, где и какое время. Короче, по инсталляциям порядка двадцати-двадцати пяти процентов. По инсталляциям, которые коннектились на игре? То есть, наверняка же кто-то скачал. Нас не... Короче, все время мы эту статистику просто не собирали. Хотели, но не успели. А вы вообще знали это? Могли узнать. У нас это не было в протоколе. Не было, не было. Могли бы это получить, если бы хотели. Но нам не до этого было, если честно. Короче, у нас есть статистика по инсталляциям, есть статистика по просто игровому опросу. Есть статистика по количеству просто пользователей, заходящих на сайты разных мобильных устройств игроков. Короче говоря, там пальцем в небо условно всего имеющегося где-то от двадцати до двадцати пяти процентов. И туда же версии операционных по инсталляциям, допустим, в консольке, смотрели? Нет, мы попали в свой диапазон. У нас была поддержка восемь и выше iOS, и 4.1, по-моему, 4.2 Android. Короче, все. У нас было единичные случаи попадания ниже. Там буквально штук пять, наверное, игроков, которые что-то хотели. Я просто скорее к тому, что там, начиная с десятки iOS, есть агентифичные экстеншины, которые можно использовать, и более любопытно было. Ну, короче, ориентироваться на одиннадцатый iOS мы все-таки не могли. Ну да, да, предпринимаем. Да, это было еще год назад. Да, это действительно, короче, еще не скаталось. Конечно, мы ориентировались на восемь и выше. А разработка как бы началась, по счастью, два года назад? А разработка началась в осенью. Ну, или с зимой старинкой. А вот еще вопрос. Так, конечно, давайте немножко дальше побежим. Вопрос, да. Про работу, общую логику обращений понятно. Откуда все это взялось? Почему так? Мы, во-первых, предполагали, что мобильное приложение не должно обладать никаким своим личным мозгом. Почему? Потому что мы не сможем его обновлять, мы не сможем фиксить какие-то баги и прочее. Короче, приложение не должно ничего делать умного, оно должно быть только средством отображения. Делать даже не только операционки, а просто чтобы приложение занимало... Мы не знали, как его писать исходный, и старались в него не закладывать никакую логику. По факту у нас так получилось, что наше приложение это был такой микробраузер для специального языка. Мы скармливали модельку отображения, по которой эта штука уже строила интерфейс. Ну там, понятно, было просто определено несколько конечного формата страниц, какие могли быть, и инструкция, как их отображать. Что там рисовать? Списки? Таблички? Это была первая предпосылка. Вторая. Мы предполагали, что связь между клиентским приложением сервером будет очень-очень плохой и нестабильной. На самом деле, пока это будет позже, мы ошибались. Все было намного лучше, чем могло бы быть. Дальше. Мы хотели избежать ситуацию, что персонаж упрет на сервер и узнал об этом, когда пришел в палатку зарядить телефон. На практике оказалось, что игроки свои телефоны вполне успешно заряжают при наличии розеток, и нет этой проблемы. У всех все работает. Наличие сети гарантирует практически 100%, что у игрока все есть. В ситуации, когда человек забыл зарядить телефон, телефон вырубился, остался в палатке, игрок полиграет пол, не обедал без телефона. Ко мне с таким не приходили. Такого, скажите, просто не было попавших. А игроки было невозможно без телефона. Ну, то есть, короче говоря, это проблема надуманная. То есть, вы можете полагаться на то, что если вы им обеспечите точки зарядки или электричества по полигону, игроки решат свою проблему, в том каком дело так, чтобы телефон работал. Извините, прокомментирую с геймдизайнерской точки зрения. Это, на самом деле, не айтишный вывод, а это геймдизайнерский. Просто эта конкретная игра была построена так, что все модели были через телефон, и игрок без телефона просто не мог играть. Если у тебя, например, две трети модели без телефона, а на телефоне только треть, сразу это условие перестанет нарушаться. Появятся игроки, которые преимущественно играют в другие модели, и вот они будут двигать без телефона. Согласен. МГ сильно много сил потратила на удлинители и прочее? Об этом думали? Насколько мне известно, особо нет. Все как-то само произошло. Ну, то есть, нет, никто там не заводил... Я так понимаю, электричество были розетки какие-то и все. То есть, там, игрок привезло какое-то разумное количество. Просто развесило очень много розеток по полигону дополнительно, как я говорил вначале про инженерные сети. Там электричество кабеля протянули тоже в километрах, естественно. И проблемы, ну там, плюс игроки приволокли с собой кучу всего. По факту, все крупные команды ездят с генераторами, со своими розетками. Короче, все крупные команды привезли с собой столько всяких электрики, которые они поставили на компьютеры, там, холодильники, господи, еще угодно. Они столько всего привезли, что привезли туда электрические провода для них проблемы уже не составляло. Вот. Дальше. Ну, соответственно, про этот персонаж умер на сервере. Это причина, почему у нас там не шло постоянное время. Ну, что же, мы предполагали, чтобы не было такой ситуации. Как выяснилось, в общем, нам это не очень помогло. Кроме того, хотелось сохранить причинно-следственную связь событий. Мне кажется, это даже важнее, на самом деле. Ну, в смысле, это более важная идея. Ну, окей. Сложно сказать, какая важная. Короче, обе важные. В общем, идея в том, что, когда вы анализируете возможности приходящих событий откуда-то, вам хотелось бы, чтобы у вас сохранялась причинно-следственная связь. Но при этом вы понимаете, что у вас источники событий могут находиться в зоне, например, плохого покрытия. То есть у вас есть телефон, на нем кто-то там, не знаю, съел таблетку, при этом на вашу модель персонаж как-то воздействовали, но данные из телефона не успели прийти на воздействие вовремя. По этой причине вы либо должны потом откатить обсчет модели, что очень сложно, либо дождаться, пока телефон все-таки передаст все для того, чтобы в правильной последовательности все обсчитать. И это, соответственно, приводит к тому, что мы не можем или очень не хотим делать на сервере какую-то самодостаточную живущую модель своей жизнью, в которой есть какие-то временные рамки, независимо от того, когда обращается телефон. Потому что телефон может, в принципе, накопить события и не передать. Как оказалось, мы могли бы уменьшить диапазоны ожидания, потому что телефоны все вовремя передавали, у нас не было этой проблемы. Но мы ожидали, что она будет. Если кто-то будет проектировать или делать самостоятельно, нарисуйте графики, что у вас происходит, и когда у вас приходят события, откуда, и доходят ли они. Когда ты говоришь, что телефоны вовремя передавали, то что значит? Если они были на форграунде, то они это закидывали на сервер. Да, они это давали в руках. История с пушами тоже, в общем-то, работала, насколько я понимаю. Короче, идея была такая. Мы предполагая, пункт номер два, что у нас нет стабильной связи с бэкэндом, предполагали, что у нас может быть ситуация, когда человек нажмет или сканирует QR-код, и при этом QR-код останется в очереди, никуда не уйдет. Понятно, да? Соответственно, мы не можем отправить ему модель сервера, новую актуальную, на более поздний период времени, потому что у него что-то еще хранится. И мы ждали, пока оно деймится. Да. Ту же самую проблему я решил, что сканировал QR-код, молодец, а теперь подожди. Вот реально, please wait. А, ну, у нас... Да, окей. И вот теперь, да, вот теперь точно это все уже. Ну, у нас как бы другое решение. Другое решение, так. Ну, короче... На клиенте прям показывают, прошло твое действие на серверах или нет. У нас другой индикатор, на самом деле, заделающий и показывающий. Индикатор, если у себя слинг, удалось ли передать все. Нет, мы просто... Мы просто... Мы предполагали... Ему говорят, подожди, пока это будет... Мы предполагали, что если будет... Тут, там, плоховатая связь, то вот это будет ломать игру. То есть вот эта вот необходимость ждать и, значит, там, подпрыгивать с телефоном. Есть еще одна проблема, понимаешь? Забыть, что ты делаешь, а эффект не проходит, это ломает игру. На самом деле он проходит. Иголя, логика была следующая. Смотри, может быть ситуация, когда событие пришло предыдущее, не с телефона, а с другого игрока. Оно прошло. И лежит на сервере. А игроковское не прошло. Соответственно, сервер не может пересчитать модель. С этим я согласен. Вот откуда эта проблема. Вот она из этой проблемы. Поскольку у нас события асинхронные, ну, в смысле, модели асинхронные, они живут своей жизнью, да? И опытом не общаются. В смысле, то, что у нас не было тиков игрового мира, независимых от апдейтов, как бы, клиентов, это хорошо. Вот это вот, собственно, про это. Я, на самом деле, считаю, что с точки зрения игрока совершенно все равно оно обсчитывается на сервере постоянно или нет. Потому что наблюдаемый эффект один и тот же. Вот он сконетился, синхронизировался, получил данные, они актуальны. Нет, конечно, асинхронные, но это, конечно, лучше. Вот, соответственно, последний пункт, как бы, предпосылки, это как реализовывать, собственно говоря, логику моделей. Давайте сейчас про него не буду говорить, я расскажу про него позже в архитектуре. Следствия и, как бы, результаты, так сказать, предпосылок. Приложение глупое, логика вынесена на сервер, приложение удалось заставить за три обновления в App Store, не парис. Задача решена успешно, это очень хорошее решение. Приложение не должно ничего делать само, вообще. Нафиг, нафиг. Вопрос. Если у нас это мобильное приложение действительно получилось достаточно универсальным, насколько, с твоей точки зрения, реально его опубликовать отдельно от конкретного ивента? Легко его опубликовать отдельно от отдельного ивента. Есть проблема, связанная с тем, что кто-то должен платить 100 баксов в месяц в год за службу. Ну, я, в принципе, это сейчас по сектору делаю, да. На самом деле, нет, это организировать нельзя. В приложении довольно много специфических вещей. Нет, его надо университь. Нет, я имею в виду именно бюрократический процесс. То есть, я так понимаю, что мы когда опубликовали, нам достаточно легко удалось опубликовать, потому что мы сказали, это приложение для конкретного ивента. Нет, нет этой проблемы. То есть, можно сказать, что это универсальное приложение для неизвестно какой фигни? Могу. Так, чтобы его не вынесли из App Store? Да, могу, конечно. Хорошо, вопрос формулировок. Только переделывать надо, естественно, под универсальное. Что разумеется, да? У вас в год надо платить только за обновления? Нет, их убирают из App Store. У меня убрали. У меня кончилась эта штука. У меня пришло сообщение, ваше приложение в уровне с App Store. Теперь убирают. Новое. Окей. Я сейчас заплатил следующий, чтобы иметь себе возможность. И у меня пришло сообщение, о, ваше приложение обратно в App Store дали. С той стороны опять iOS. Да, второй слуг, связанный, соответственно, с приложением сервера на бутендом. Ну, короче, мы могли этим не так сильно париться, потому что игроки вздумали об этом. Покрытие Wi-Fi было хорошо, с 3G все работало отлично. Короче говоря, мы переборщили с проблемой. Это нормально. Если как бы давать советы последователю, то, на самом деле, то, что у нас там это прокатило, значит, что там... Я согласен, я про это еще скажу позже. Там будет мокрый сосновый лес. Что значит? Красный текст. Что значит можно подойти к течению времени на сервере или иначе? Как это связано со связью? Значит, это потому что все вот эти пляски из губного окопа. Логично. Времени во многом. Связаны с тем, что у нас задержка на телефонах. Так мы не уверены в том, что все события передаются. И, как следствие, можно было бы рассматривать другие варианты. Может быть и нет. Спорить не было. Нет, мы бы потонули бы сразу в рисконтишенных. Окей. Согласен. Возможно. И да, мы могли бы не думать о том, что персонажи надолго остаются без телефонов. И модели на это не рассчитывают. Дальше. Умереть на сервере все равно было можно. Потому что мы не смогли решить проблему с фоном обновления на регулярной основе. Проблема была обычно по утрам. Кто-то заболел, что-то там такое накопилось за ночь. Утром проснулся, синхронизировалось. Получил вы умерли. По сути, результат тот же самый. Тут я хочу сказать, что это просто гейм-дизайнерская задача. Надо подбирать ивенты течения болезни так, чтобы игрок, идя спать, четко понимал, что он идет спать больным. И в принципе, по факту, все саппорт-кейсы про я умер ночью, которые я расследовал, во всех игроках шел спать больным. Да, конечно. Конечно, он не мог заболеть ночью, пока он спит. То есть, если перед сном он прочел бы, что у него на телефоне, то либо он дальше сам дурак, либо дальше... Ну просто мы все понимаем, что перед сном он безудисно бухал в самом бункере и не был в силах прочесть. Это проблема даже не дизайнерская модельная, а дизайнерское приложение. Потому что у нас приложение не орало громко о том, что вы больны, вы все умрете, у вас все плохо, вероятность умирания с греха и так далее. Да, а не орало оно, потому что оно не знало об этом, потому что оно ничего не считало. Да, это проблема приложения, потому что оно об этом не знало, и проблема, соответственно, с сервером, который не умел предсказывать ни в какой форме события в будущем. Вопрос вот в чем. А если человек даже в 3 часа ночи бухав хорошо, в баре, не важно, я не знаю, не бухав, получил сообщение о том, что вы больны в 3 часа ночи, что он мог сделать в 3 часа ночи? Искать таблетку всю ночь, бегать с руками. Нет, вопрос, у него была возможность как-то это решить в 3 часа, в 4 часа ночи, когда там медики спят, там... Игра имеет формально, она имеет лута, то есть у вас нет ночного периода, не работает. Смотрите, начало болезни, то есть момент, когда мастера разбрасывали болезнь, был, с учетом того, что у человека первые симптомы, то есть он будет являться в 10 в 11. То есть он в 10 в 11, то вечера. 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 Самый поздний вариант, что он в 10 вечера понял, что он болен. Вот. Чтобы заболеть позже, ему надо было что-то самому сделать. То есть были люди, которые там взяли у Глани волшебную таблетку и после этого почувствовали себя плохо. Ну то есть, да, их голевая игра привела к тому, что они в этот момент почувствовали себя плохо. Значит, игра продолжала играть. Ну, короче. То есть, конечно, с точки зрения гибдизайна плохая история, когда ты там внезапно ты один и все спят и тебе ничего делать. Ну, можно. Простите, как последний. Друзья, давайте. Можно ли сделать просто вопи драчинку, которая перед сном говорит, сука, посмотри на телефон? Ну, откуда мы знаем, когда он спасти? Нет, в смысле, по времени просто. Мы потом уже после игры придумали, как сделать лучше. Расскажете? Ну, наверное, когда вопрос... Ну, короче говоря, в общем, в рамках алгоритмов и выбранного алгоритма предсказания, что произойдет в будущем, для сервера очень сложная задача. Ну, потому что сервер просто еще не знает, когда человек умрет, потому что он еще этот скрипт не выполнен. Но выполнен когда-нибудь, когда к нему обратится. К тому нужно в сервере придумать какой-то механизм предварительного обсчета скриптов на будущее и оценки, насколько все плотно. Это дорога. Да, это дорога. Нет, это нормально, если делать это аккуратно. Короче, это сложно. Воль! Ладно, пойдем дальше. Редакция. Архитектура. Значит, соответственно, основные компоненты и общий принцип строения данных и что было. Значит, из самого интересного. Ну, собственно, слой модельной логики – это бэкэнд. Наш серверный бэкэнд. В нем есть два больших куска. Их предполагалось два больших куска. Движок. То есть то, что считает. Вон там сидит его разработчик. Это штука, которая считает, обсчитывает модельки. Особенность движка в том, что он ничего не знает про то, что внутри этих моделей. Ну, практически ничего. Он не знает ничего про инструктуру, данные, ничего. Ему плевать. Соответственно, модель может быть любой. Она от движка не зависит. Мы могли добавлять любые переменные. Мы могли что-то менять внутри. Это движка будет. И второй большой кусок – это модельные скрипты или модельная логика. Это отдельный набор javascript-ских приложений, которые как-то меняют модель под воздействием событий. Собственно, задача движка – это взять на вход модель, взять на вход события накопившиеся и последовательно вызвать по неким правилам эти самые модельные скрипты, которые изменят модель. Это работа, собственно, движка моделирования. В чем плюс? Движок не зависит от содержимого модели. Они отдельные. Вы отдельно разрабатываете модельную логику и отдельно разрабатываете движок. Мы это заложили исходно и это было очень хорошо. Третий кусок бэкэнда – это API, то есть это средство с взаимодействием между приложением и бэкэндом. Отдельный компонент. Фактически они были разнесены через глазу, через очередь, что позволяло движок переписывать, дописывать, перезапускать и так далее, независимо от взаимодействия с клиентом. Все эти штуки, они как бы отдельные. То есть это отдельный код движка, отдельный код моделик, отдельный код API. Все это работало, общаясь через BD и могло подсказ по отдельности. Сервис импорта – тоже важный компонент мой. Идея была такая, что когда вопрос стал, а как мы, собственно говоря, будем заносить данные в эту систему по пользу клиента. Понял, что у нас там 700-800 игроков с кучей всяких данных, которые лежат в join RPG и бесконечное количество моделей всяких таблеток, болезней, состояний, еще хрен знает чего, имплантов и прочие гадости. И, в общем, писать под это UI стало невозможно. То есть это можно, но это комбатская задача. Слабо бы нет. Кто будет через UI 700 игроков с кучей? Вторую часть можно было заставить. 700 игроков уже не удалось. Именно. Короче говоря, было принято правильное идеологическое решение, что у Helios практически нет никакого интерфейса, кроме минимальной админки для атланки. А оно забирает свои данные из имеющихся источников. Источником являлась join RPG, в котором есть свой интерфейс, уже есть все поля, все-все-все. Главной задачей было с join все это получить и переконверсить в удобоваримый для нас формат. А join написать API для доступа, собственно. Соответственно, второй момент связанный, как заносить данные по моделям. Ну, была когда-то идея, что мастера сами напишут какие-нибудь JSON, таблички, что-нибудь. Короче, мы говорим, что это безнадежная абсолютно идея в какой-то момент. Заставить мастеров, творческих людей, мастерские группы писать какие-нибудь структурированные данные в каком-то договоримом, понятном, машиночитаемом формате безнадежно. То есть, единственный способ, который сработал, это дать шаблоны, понять, что же им вообще, собственно, надо, это отдельный квест. Дать шаблоны Google Tables, Google Ships точнее, для заполнения под конкретную группу моделей и написать импорт из Google в уговоримый для себя формат. Это было намного проще, чем придумать, чем ждет что-то еще. Далее. Я здесь добавлю, что, в принципе, такой глобальный путь, который я пропагандирую, это использовать как админку join.pg все время, в том числе и во время игры. Но это отдельно, во время игры ладно, но, в общем, как админку вбивания, это то, что вот true way. То есть, ты предлагаешь бизнес вещи из серии, типа таблетки, просто держать, у тебя забасит. А ты можешь это сделать? За это рассчитано? Если будет конкретный запрос, да. И вот эта логика полей их набора формирования в любое существо можно привязать к персонажам заявки. То есть, в принципе, это потихонечку правая часть должна пересечься. Не вопрос. Ну, короче, на самом деле, общая идея, понятно, что мы можем придумать разные источники, вообще идея какая-то, что вы не пишете к своему продукту никакой UI, никакие средства ввода, а пишете импорт, имеющих более удобно, уже написанных средств с интерфейсом, и каких-то источников данных, которые уже есть. И более того, секунду, более того, важно, что импорт вы можете написать таким образом, чтобы он был аддитивным. То есть, когда у вас пришли какие-то изменения в источниках, вы там запустили раз в 10 минут импорт, который всосал изменения. Что это нам дало? Это дало нам возможность обновлять данные по пользователям, по персонажам, по моделькам, по всему, вплоть до трех минут до игры. Ну, то есть, короче, до последнего момента. И в процессе тоже. Потому что заставить мастеров что-то сделать заранее, это показалось безнадежной идеей. То есть, всего до последнего момента. И в процессе тоже. У нас был механизм постоянно работающего импорта из джоина, когда игрока активируют в ВДшке в джоине, и, соответственно, по этому полю импорт, запускающийся раз в 10 минут, всасывает его в ВДшку. Он создает ему все сущности, создает ему почту на экшенже, создает ему записи в экономике, подключает ему модели всяких имплантов, подсасывает и прочее, прочее. То есть, фактически, раз в 10 минут мы получаем просто нового пользователя и создавали ему все. Все окружение. Это, как бы, жутко удобно. Просто вот, the best. Инди, пожалуйста. В случае, когда у нас нету в реальном времени синхронизации с онлайновой базой, то есть, нет интернета, короче, то есть, ты можешь развернуть его вайфайкой на полигоне, но у тебя нету синказ, инетик. Сделать интернет? Слушай, я буду по этому делать слайд, но тут на этот счет, у меня как бы очевидно, ответ очевиден. Либо вы делаете локальный джойн, это где с ним работаете, либо решаете трогать интернетом. При этом, с другой стороны, хочется, чтобы вся история, которая в этом локальном джойне происходилась, она была задизайнена за тем, который живет в нормальном джойне. Вывод. Сделай и сделай интернет. Вот реально. Последь в реалистичном. Смотри, у тебя есть два ключи, на самом деле. Либо у тебя локальная IT-инфраструктура, и тогда у тебя локальный джойн, локальные какие-то блоки, и все локально. Ты уже о внешнем мире не думаешь. В случае DEUS у нас модельные сервера были по блоку. Вопрос, что делать, если нет интернета, это у нас решался очень просто. Да, правильно. Я хотел очень быстро сказать, что если вы делаете UI, админку, когда пытаетесь вбивать что-то, то наша практика со стороны жизни такая, что если ты доверяешь мастеру достаточно, чтобы он вбивал в эту админку, скорее всего этот мастер достаточно квалифицирован, чтобы скульт таблицу править руками. Если он не достаточно квалифицирован, чтобы править скульт таблицу руками, вам нужно дописать для него админку совсем другого уровня. А простую админку без валидации вы доверите ему все равно. Про админку либо ты убьешься, либо она взорвала к тебе. Админка злого. Админку как раз ты можешь писать, но админка техническую. Для себя, фактически для себя. Для себя, конечно. Она у нас тоже была такая, отладочная скорее. Соответственно, мобильное приложение это последний кусок всего этого безобразия или первый с точки зрения того, что всем нужно. Вот это вот зеленое сбоку. Там отмечены разные компоненты. По сути, по этому разделу, похоже, мы до него не дойдем такими темпами. Мобильное приложение у нас было построено на так называемом фреймворке Eonic. Это фактически JavaScript плюс KTML, упакованные в нативный загрузчик. Это один из нескольких известных фреймворков для построения универсальных приложений для всех мобильных платформ. И если вы, соответственно, когда-нибудь будете писать что-то мобильное для больше, чем одной платформы, да даже для одной, для игры, смотрите, именно такие фреймворки немного проще, чем что-то нативное. Соответственно, Eonic это фактически Angular, если кто знает такой фреймворк для сайтов, упакованный нативный загрузчик на мобильное устройство. Причем загрузчик, понятно, может быть под iOS, под Android, что угодно. В том числе под обычный браузер. Соответственно, мобильное приложение по сути себя представляло веб-морду, которая запущена на экране, это UI-пользователь, это HTML и JavaScript, TypeScript в данном случае, с такими внутренними сервисами, ну, которое себя имело внутри общать событий, кэш, ну и загрузчик. И оно общалось с IP-куском. Обычный REST, как TPS, ничего экзотического. Ну, собственно, то, что я примерно сейчас рассказал, что у нас, соответственно, серверная часть стоит из несколько кусков. Важно разделение серверной части на движок и модельные скрипты. Это очень важное, правильное концептуальное решение, которое позволяет вам разрабатывать независимый друг от друга разными людьми даже. Не говоря уже о разное время. Более того, движок у вас, скорее всего, во время игры вы будете только фиксить баги в нем, а скрипты можно и дописывать. Более придется дописывать. Неизбежно. Дописывали последнюю таблетку, проси за 10 минут до парада. Да, за 10 минут до парада реально тут дописывали последний апгрейд. Это, к сожалению, неизбежная особенность нашего процесса. А пипа хэнд это мобильная? А пипа хэнд, да. Ну, кто к чему мобильный этот мобильный, я не знаю. Соответственно, и разделение, убирание логики из мобильного приложения это тоже очень круто, потому что вы, опять же, можете разрабатывать мобильное приложение не очень оглядываясь на то, что вам может быть когда-нибудь напишут мастера по моделям, которые напишут неизвестно когда и неизвестно как. Соответственно, если вы делаете мобильное приложение, начинаете писать намного раньше, чем мастера еще решили, какой же у вас, собственно говоря, будет модель, вам неизбежно придется каким-то образом в это приложение закладывать универсальность. Соответственно, логика о том, что приложение универсально в принципе, то есть оно вообще ничего не знает, что оно показывает, это очень хорошо. Единственное, что в приложении было жестко фиксированным и не кастомизированным, это экономический экран, по-моему, вы собрали на полу. Ну, да, VR-хиты, да, потому что понимали, что он, конечно, уже будет. Но был жестко фиксированный экран с экономикой, потому как это переводы и так далее, оно не кастомизировалось никак, это просто показ денег и возможность перевести денег. А все таблички класса, там сейчас у меня вот здесь есть скриншотики, там всякими воспоминаниями, состояниями, имплантами, бла-бла-бла, вот это все оно было на ходу. Оно передавалось, видно, конечно, попросить-отпросить, ну ладно, в презе будет. Оно все передавалось в виде скрипта для выполнения. То есть какие-то табы, которые внизу, они внутри себя свое наполнение просто принимали? Это, вот это, это джейсончик. Да, да, я имею в виду, что же верстка рисовал джейсончиком, кроме экономики и вот этой бла-бла-бла. Можно посмотреть пример реализации некой таблетки? Самый классный. Код. Ну, сейчас нет, после могу пытаться оттопать джейсону, гидко-говоряется. Просто хотелось посмотреть, насколько сложно получилось реализация скрипта. Я понимаю, что это джава-скрипт. Ну, имеется в виду... Понятно. Покажу, потом... Сколько займет времени у человека написать таблетку, если он ее придумал? О, вот сейчас надо. Я покажу. Вот, он знает. Я приехал на полигон почти ничего не знаю об архитектуре. Я решал довольно много задач, напиши простую таблетку. Это занимало там, ну, типа, два часа, три часа, может быть. Да, ты еще не знаешь, это джава-скрипт, что практически. Да, я ничего в джава-скрипте не умею программировать. Это меня немного задерживало. Ну, то есть, 50 строчек, 100 строчек. Я хочу просто для себя посмотреть и так оценить. А вот у меня-то столько займетов. После покажу в полуарах, не вопрос, конечно же. Ну, вот. Так, это, ну, кто это делал? Все это делал безобразие. Структура IT-подразделений. Адский зоопарк. То есть, она не иерархическая, а скорее аморфная. По сути, у нас было два крупных блока. Это инженерные службы, которые занимались инженерными сетями. Электрика, ИСКС и Wi-Fi. Это разработка наша, Элис и все остальное. Отдельно, слегка, Николя занимающийся экономикой. Потому что это отдельный блок. Мы про нем сегодня говорить практически не будем. Кроме того, что это отдельный сервер, отдельная база, отдельное вообще все. Оно общалось с сервисом через API и через API базы данных. Но как бы это отдельная штука. И отдельно хакерство. Вот в лице Коли и Оли. Соответственно, которые делали модель хакерства и все, что к ним относится. Это тоже отдельный блок. С отдельными серверами, все остальные. С минимальной интеграцией. И отдельно группа helpdesk. Вегенерированная почти на полигоне, прямо перед игрой. Которая пыталась защищать разработчиков от игроков. Да, это гениальное решение. Я про это тоже чуть позже скажу. Соответственно, суммарно это порядка 30 человек. Вот это вот все. Ну понятно, что разработчиков там 2-7. Ну меньше десятка, в общем. Ключевых, но это еще меньше. Больше всего электромонтажников. То есть вот этот вот сейчасный километр протащило в сумме где-то 12-15 человек, если считать волонтеров. Прекурированных на месте. Звучало ключевое слово модель магазина. Она въехала в разработчик. Она в разработчику доп.систем. Там нет модели магазина. Это отдельное приложение. Магазин, которое жило своей собственной жизнью. Значит оно не очень удовлетворяет нас по качеству, по результатам, к сожалению. Но у нас не было своих собственных ресурсов уже его написать. Его надо было написать, но написать ему уже было нет. Это штука, которая крутилась вот на engine, вот этим с очередью событий или это скорее такая... Она обзывалась с экономикой. И дергалась. Это было совсем отдельно. Отдельно. Собственная БДшка своя. В целом можно нарисовать вот экономика отдельно. Хак, кстати, они туда живут. В разработчике доп.систем. Вот видишь там внизу такой блок пять человек. Там на самом деле не только магазин, там еще какие-то психи, психиатры, еще кто-то. Дополнительные. Это отдельные люди с отдельными продуктами. Магазин писал автор. Отдельная продукта. Претензии по всему, но мы его не могли написать. И мы очень благодарны кому автор. Во всяком случае оно работало. Оно как-то работало, да. Значит в магазин был отдельный продукт, отдельная штука запущенная. Это отдельная система с отдельными 20 данных, которая через API-движка посылала события о происходящем. Ну, он писал события о том, как систили таблетку или там, систили таблетку. Он поставил имплант. И оно общалось с блоком экономики, интегрировалось на предмет, но заплатили денег, списали денег в такое. Вот оно работало, он выполнял свою функцию. Просто отдельно. Да, вот кстати на твоей схеме видна связь между ARIES и другими моделями. Но надо понимать, что другие модели, которые были отдельные сервера, они работали не только с сервисом, а друг к другу напрямую тоже. Ну, например, там хакер свой использовал API-сервер экономики чуть ли не больше, чем сервера. Нет, ну в моей схеме там скорее схема внешних входов. Там вот короче направо, а еще паутили у вас с собой. То есть все эти сервисы между собой как-то работали. Это на самом деле одна фундаментальная моя архитектурная ошибка по разработке. Одна из вещей, которую надо было сделать на самом начальном этапе, это принять некий внутренний механизм доставки сообщений между компонентами внутренней API. Для того, чтобы все это интегрировалось между собой стандартным опытом. Да. Стоило бы, потому что для каждой пары моделей протокол был свой. Да. Вот. И убрать коучи и сделать нормальный скульт. Да. Но сделать напрямую все через Элис было нельзя? Нет, не через Элис, надо было брокер ставить в середине. Потому что, например, общение хакерства с экономикой было принципиально синхронным. Неважно. Но, короче, по-хорошему между этими компонентами все отношения должны быть асинхронными, но через центральный брокер, а не через Элис. А синхронными в смысле, что с очередью в середине. Ну, то есть ты послал сообщение, оно через очередь дошло, возможно, очень быстро к второму компоненту. Как мы сейчас понимаем, хорошее было решение поставить какой-нибудь там RabbitMQ или там вот. И в середине. И в итоге пришлось внутри сервера хакерства описать очередь самого экрана. И нам пришлось писать внутреннюю очередь. Реально, слушайте, можно было... Нужно было сравнение с сохранной экономикой и делать это пришлось у себя. Короче, это фундаментальная ошибка архитектурная. То, что мы это писали кусками, не очень понимая, как это будет в итоге, и не заботились созданием внутренней экосистемы инфраструктуры для подключения внешних компонентов. Ее просто не было в iDesign, к сожалению. Ну, мы понадеялись на Котч использовать Котч в этом варианте, но... Ну, как же, оно не для этого, да. Последний раз задамок вопрос. Вот ты изначально писал, что показывал, у тебя есть движок Alice и модели в нем, которые независимо друг от друга... Пожалуйста, не перевивай меня. Значит, независимо друг от друга, независимо исполняются ансинхронные события, всякое такое. Как ты думаешь, было бы лучше, если бы все другие модели использовали бы именно вот эту архитектуру? Да, конечно. То есть, если бы там все эти модели были написаны во фреймворке Alice... Нет, не обязательно во фреймворке Alice, но если бы они общались асинхронно через какую-то общую там... То есть, как мы отделяем, что медицина это внутри, а там, условно говоря, психология, это снаружи? Смотри, психология работала в Ферроке Alice, там не было разделения, она как раз там работала. Я тебе скажу, что работала вне Alice и вне, соответственно, экономика вся. Потому что она была вся синхронная. Единственная вещь, которая работала вне Alice крупно, синхронно, это экономика. Потому что она власть в правонарушке. Ну, хатист тоже работала с этой базой. А, конечно, да. Магазин обнаружишь? Нет, магазин работал через Alice. Через внутреннюю вот эту вот эту вот эту. Нет, подожди. Магазин там выписывает JSON-чики и всякая база. Да, это база список объектов. Но он при взаимодействии там... Он, во-первых, эту базу вытягивал из Alice для начала. Вот, он интегрирован был. Понятно, что не все были интегрированы. Просто в том, что микросервис это не микросервисный подход. Короче, это были не микросервисы, будем честны. Кровищи были разные. Так что это не микросервисный формальный подход. Можно ли сделать вопрос? Можно, конечно, можно. Слишком микросервисным. Можно сделать микросервисный по-настоящему. Короче, дело в ответ на тот вопрос. На него нет у меня этого ответа. Я не знаю. Потому что... У меня есть ответ на вопрос. Давай. Тут кроме соображений архитектурного характера, очень сильно греют соображения организационного характера. Дело в том, что многие внешние модели были большие и сложные. И, например, там, если я там, ну, хорошо знаю право хакетство, поскольку я ее не знаю, это там, ну, десятки тысяч строк в каком-нибудь бетоне. И если бы я это начал писать в тот момент, когда Энди доделал свой движок... Не-не-не. Подожди. Идея это в другом. Идея в том, что должна быть некий центральный брокер, куда ты можешь интегрироваться и все. Это нормально. Брокер, да. Но у тебя разные вопросы. Вопросы, конечно, разные. Вопросы, конечно, разные. Тогда я тебя не понял, пожалуйста. Смотри, значит, вопрос был про то, что можно ли ли запихнуть все остальные модели, кроме тех, которые окружены сейчас, в модель обслуживания, асинхронную модель обслуживания Эрис? А, нет. В смысле обмена сообщений. Тогда нет. Тогда в этом нет смысла. Я отсчет. Тогда в этом нет смысла, потому что, конечно, есть модели, которые слишком сложны для этого. Да. Для междусерверного обмена и скомортизованных протоколов, конечно, да. Короче говоря, исходно при разработке архитектуры надо было подумать о том, насколько оно все-то разрастется и сделать некий фреймворк для включения разных компонентов. Сделать тот самый микросерверный подход по правилам, как получилось. Ну, на самом деле, в этой части у нас такое было, потому что импорт данных из JNRPG все-таки шел через это. Конечно. То есть в этом смысле Эрис выполнил свою задачу центрального хранилища. Ну, хранилища. Кто-то еще у меня спрашивал хранилища. Я тебя спрашивал, а кто-то я решил, что через Эрис будет прошедший. А, Николя, я еще спрашивал про экономику. Да. И он у меня это тоже забил. Мой импорт сервер просто дергал кучу разных сервисов. Когда дают уже данные очищенные формативные, это гораздо лучше, чем писать еще один вопрос. Ладно, коллеги, побежали дальше. Значит, у нас еще осталось время, я даже не знаю. Вот, соответственно, все, что вышеперечислено, делало 30 человек. Так, тут несколько слайдов со списками на все, что мы использовали. Еще 55 минут, если не ошибаюсь. Да, и там порядка 30-40 слайдов. Ты знаешь, это много. Вот, короче говоря, это список со ссылками на все, что мы использовали. Ну, кому там нужно пока. Я в скрипт говно. Нет, я в скрипт нефтяк. Но TypeScript лучше завершил. TypeScript лучше, конечно. Я согласен. Вопросы, ну, по ходу это самое, разделить не смогли. Вопросы от процесса, соответственно, видимо, вопросы по ходу пьесы. Можно вопрос? Важный вопрос. Да, давай. Важный вопрос, я общий пример. Конечно. Вопрос по, собственно, деньгам. То есть, были ли какие-то затраты? Ну, меня интересует. Другой, вы там собрались с пацанами и решили, вот нам уже это написать. А потом поняли, что вы, короче, вот не можем мы написать какую-то штуку и надо нанимать чувака. Нет, смотри, все. Мы дойдем до этого момента. Это тоже будет. Ответ на твой вопрос будет тоже. Я надеюсь, что он не удалежит. Там есть крупный раздел. Вот. Если вы наконец решили это писать, там есть про это специально. Все. Естественно, будет ли там то же самое по деньгам? Это по сколько денег ушло на инфраструктуру? Нет, к сожалению. Нет, к сожалению. Потому что это не я делал, это была другая группа. Я сказала, у нас была отдельная, инженерная. И у меня нет их статистики. Единственное, что я могу сказать, что немного. Потому что у нас, понятно, пришли бесплатные точки, вообще все железо. Ну понятно. Значит, у нас пришла бесплатная оптика. Потому что она просто где-то там на складе валялась. Так что фактически у нас массово закупалась только электрический кабель. Ну это понятно. И обычная обмитая пара. Какая-то всякая мелочка инфраструкционная. Все основное пришло бесплатно. Так получилось. Самое главное, бесплатно пришло, касая себя виртуалка. Ну вот это да. Как и странно, нет. Потому что у логоярцев просто пошел бы на самом деле использовать ажу. Кус и платы. Да и много денег не сильно. Он не много денег посохрал. И съел бы копейки. Он съел бы там за свой месяц или даже меньше использования. Не так много денег. Это как раз мелочи. Да, потому что у меня не было фааса. Мы используем виртуалки. А это долго с точки зрения администрирования. Я убил кучу времени на это все. Все о чем говорит Андрей. Развью сервис бас, поднятые в ажурки. Короче, про это тоже и слайды. Не знаю, дойдем. Короче говоря, нам стоило очень, как ни странно, а IT стоило очень много денег. Ну вот это вот тоже, как ни странно. Потому что развернуть, грубо говоря, там... Просто я не очень представляю, что было там уже. Но там, условно, в получистом поле развернуть электричество и протянуть там... Ничего не было. Ну, то есть... Это стоит денег в любом случае каких-то. Сергей, если у тебя нет программистов, которые готовы взять бесплатно, ты в жопе. Это понятно. Окей, я уже у тебя смотрю. Если у тебя нет места, откуда можно бесплатно взять железяк для сетки, ты тоже уже... Реально. Ну все. То есть, мы приходим к тому, что единственный вариант, это если, короче, у тебя есть программисты, и железки, и еще и чуваки, которые согласно тебе платят бесплатно. Смотрите, на самом деле, друзья, не совсем правда. Это не совсем шаг. Значит, смотрите, из того, что... Кто здесь работал? Деньги получили в монтажнике. То есть, там половина монтажников точно была оплачиваемая. И это, на самом деле, у меня было несколько вариантов, откуда взять монтажников за деньги. Это немного, потому что человеком монтажникой день стоит там 2000 рублей. Примерно. Это реально небольшие суммы. Нет. Вот. Соответственно, но действительно, программиста вы купить не сможете. Это безнадежно. Потому что, ну, работать за мало денег никому не интересно, а достаточно денег вы не заплатите. То есть, купить программиста нельзя. Вы не захотите потом пользоваться тем, что напишут за мало денег. Нет. Ну, то есть, нет. Купить программистов невозможно. Это правда. Нет. Вы в какой-то момент, то есть, всё, вы можете. Вы программист сами, да? Но в какой-то момент, вот как у вас был, например, с магазином, вы поняли, что, вот, короче, вас не хватает. Жопа в том, что... А найти, короче, там, одиннадцатого... Жопа в том, что в тот момент, когда ты это понял, в тот момент, когда ты это понял, ты уже в жопе. Потому что новый человек... Новый человек не сможет уже вникнуть. Всё. Честно говоря, когда у тебя вот первый мастер... Есть это видео. ...за два года на игры и сказал такой, давайте антимодель сейчас. Вот до этого дойдём. Где он? Где он? Где он? Где он? У меня про это слайд есть. У меня слайд про это есть. Ладно, давайте мы сейчас подвяжем вот этот блок. Он очень большой. И там, на самом деле, есть часть ответов на такой вопрос. Хорошо. Значит, это, собственно, постмортом анализ. То есть анализ того, что получилось. Под названием я бег по кораблям как вид спорта. Вот это вот оно. Соответственно, в планировании основные тезисы, которые мы положили в качестве основы. Насколько это удалось, сколько не удалось. Написать приложение для мобильных намного проще, чем использовать любые специальные девайсы, которые нам многократно советовали. Ответ – да, конечно, намного проще. Иначе нам застрелились. Это вообще не надо высекать в мраморе, потому что мобильный телефон настолько делает любую наколенную кронику, короче… Да, конечно, наколенные кроника не канают. Все эти интеграции с ней не канают. Нахер-нахер. Проблема только одна. То есть я всеми руками за. Одна проблема – батарейка. И батарейка. У нас не было проблем, что у людей кончилась батарейка, но с электричеством… Это отличное. Это здорово, молодцы. Даил, если ты хочешь раздавать электронику людям на всю игру, может быть банку купить, пауэр-банку и раздать? Пауэр-банки, пожалуйста. На всякий случай, даил, когда были большие крейлы… Я реально пауэр-банки бы раз купил, китайские раздал бы. Вот реально. Когда были крейлы с браслетами, точно так же, у нас фронаструктура была. Это стоит заказать, и всё. Реально проще каждому игроку купить пауэр-банк, Нет, но кастомные и кастомные девайсы нужны в специальных случаях. Если это какая-нибудь там перчатка, там с хитром полисомиром, что-нибудь ещё такое вот. Короче, дальше. Поддержка iOS Android. На мой взгляд, да… Дружно. Мы много спорили… Короче, слушайте, мне уже съели мост на проекте, или прямо перед проектом, по-моему, тысячи несовместимых телефонов. Вы хотите выкинуть 25, причём самым дорогим и у основных игроков, и у основных игроков. Кто был в лагере 25? В России 17. Ну, ты понимаешь, да, что, если мы говорим про Deos, про его аудиторию, ты собираешься отсидеть 25% телефонов у людей, у которых больше всего будет денег, которые основные… не нужно это, они не хотят. Вопросы идеологичные, конечно. Проблема не в том, что пользователь не может купить телефон с Android. Проблема в том, что мы смехаем в моральной истории. Именно так и будет. А если он поедет с этим телефоном к тебе на игру, то ты испытываешь от этого моральной истории. Я бы ещё отметил важный момент, что вы, если делаете игру, скорее всего, у вас используется не одно приложение, потому что одно приложение вы своё пишете, но у вас, скорее всего, используются какие-то дополнительные приложения, которые вы не пишете. Почта, Telegram, чат, чего угодно. Вот эта вся хрень, в основном на iPhone уже есть, человек с ней постоянно пользуется. Вы хотите составить или пересечь нашу культуру за тысячу рублей? В принципе, да, мы технически это можно сделать, но люди будут очень слушать это. Неудобно. А ещё Энди сам пользователь айфона, поэтому... Да, да, да. Я очень хорошо понимаю, что вы стоите. Потому что у вас просто рано. Кто-то для себя написал. Нет, ко мне просто довольно много народу пришлось с этой фразой. Что за пять несовместимых устройств? Откуда у меня вообще появились? Разные версии. Это какой-то сраный китайский айфон. Там много было разных. И версии более древние. Какие-то глючные айфоны. Помнишь, полукитайский айфон, кто там со мной мучился? Там был один айфон, который выглядел так. Как выдачно показывается приложение. Верхняя половина экрана нормальная, а нижняя китайская. Мы убили три часа на попытке найти, какие же детские символы у нас вылезли. Не нашли. Три часа. Это вопрос совместимости, на самом деле, фреймворка вот этого кросплатформенного вашего с какими-то экзотическими китайскими телефонами. Ну, это айфон был, понимаешь? Я не понимаю, как они это сделали. Это был твой айфон, я думаю. Нет, нет, это реально айфон. Очень похож. Там нормальный вопрос. Короче, дальше. Мобильное приложение и специализированный сайт. Это важный вопрос, который возникал при начальном этапе обсуждения. То есть, сделают ли приложение или сделают сайт, на который будут заходить игроки. Специальные мобильные. Значит, на мой взгляд, для масштабов Деуса приложение намного удобнее. Ну, потому что людям удобно с ними работать. Просто в лесу приложение? А? Просто в лесу приложение? Ну, приложение в целом удобнее, конечно. Но если у вас там экран 50 человек, возможно, вам не надо. Возможно, сайт, который начнет. На самом деле, смотря, что ты делаешь. То есть, если ты делаешь экономику, то херст, и можно сайт. А если ты делаешь там медицину, то приложение писать. На самом деле, нет, потому что при нашем онлайне это уже не важно. Технически оно тоже работало. Но мы предполагаем, что приложение просто умеет держать в себе данные. Оно может работать в оффлайне относительно БКМ. На самом деле, конечно, надо делать приложение, потому что будущее за использованием сенсоров телефона. Короче, информация и сенсортизация. Да. Ну, и последний важный пункт, который возникал регулярно, это при обсуждении. Это оправданная разработка эллиста таковой или что-нибудь на карточке. Для масштаба DEOS, на мой взгляд, однозначно оправданно. Ну, и с особенностями игры и все такое. А для любой другой игры вам нужно проводить комплексный анализ. Там объем моделей, флаги, задействованные люди, объем тех, кому это нужно, и геморрой по разработке. Ну, какой-то реально большой геморрой, да. 40 секунд. Во-первых, что нам штаба, мы или нет, мы делаем это, потому что нас прет, или не делаем, потому что нас не прет. В DEOS была инициативная группа в лице ОМАС, которая первого по этому не делает. Только поэтому. Будем честны. Второй момент. Оправданно это будет только при одном условии. Если на этом говне, вот конкретно на этом, записанном, переписанном и всяком таком, будет чем 5 титров. Если нет, то это, конечно, полностью. Ну, конечно, тогда пост-веллое очень-очень плохой, если это была одноразовая история. Конечно, переделать модельки под бумажки было бы в разы проще. Ну, как мы будем делать следующий раз? Так, ладно. Есть, короче. Следующий пункт. Большой больной вопрос, связанный с взаимодействием с другой частью игры. Где все, кто, так сказать, работал проектом, знают особенности данного момента. Значит, пункт номер один. Вы идите в мастерской группе и вообще представляете, что такое разработка, что это реально долго и сложно. Нет, не представляю. Люди, так сказать... А? Не представляю. Люди творческие в МГ, в 90% случаев, не понимают, сколько объем времени надо. А добавьте нам вот такую вот фичу. Сделайте нам кнопочку. Делайте это. Никто не понимает масштаба бедствия. Дальше. Аналитики. Извини, пожалуйста. Аналитики. Это такая должность с самой большой текучкой на этом проекте. Да, и как бы аналитиков не дали в результате. Извини, пожалуйста, Миша. Как бы результат работы аналитиков отрицательный на проекте. Я абсолютно с тобой согласен. Функции аналитиков по факту приходилось выполнять в ней. А это плохо. И даже в пределы года импорт в ЖНК, там была надежда, что аналитическую работу просто Айка и Умата занимались. Айка одна, да. Со стороны МГ изначально. И все, но. Которые вроде как типа айтишные чуваки оба. И тоже не прорвались. Умата был вторым аналитиком. С результатом таким же. Умата не положил. Значит, это вопрос, опять-таки, не имеющий отношения к айти. Потому что вообще надо иметь аналитиков для таких проектов. Просто надо понимать, что их не будет. Короче, надо иметь аналитиков. Аналитики полезны. От них будет ток. В данном конкретном случае это была некая внутренняя организационная проблема МГЛВН на данном конкретном проекте. Это проблема воспроизводится. Это проблема системная, я боюсь. Скажите, где воспроизводится. Я, конечно, хочу скорее его поддержать. Короче, я сразу могу сказать. Я всю аналитику для своей модели делал сам. Я по этому поводу видел, с какими проблемами столкнулись аналитики. Я понимаю, почему аналитики, которые просто были аналитики, а не мастера еще по чему-то другому все слились. Я бы тоже слился. Румата должен мастер, знаешь, по всему. Если я был чистый аналитикой, я бы тоже бросил, сказал бы, я не буду этим заниматься. Идите все туда. Короче говоря, это некая просто проблема, которая в тот момент была внутри ЛВН. Вроде бы ЛВН эту проблему решила. Не решила. Это не так. Это проблема, которую я раз за разом вижу во всему аналитику. Ну, коллеги, давайте пробежим дальше. С тем, что аналитики. Человек, который работает буфером между людьми, которые пишут модели или какие-то правила и IT, так вот человек в середине, это аналитик, собственно. Он переводит, так сказать, творческое на техническое, технический язык. Вот таких людей очень надо, но их в этом проекте не было, а учить надо. К сожалению, это реально сложная должность, действительно сложная позиция, и с ней все сложно. Потому что человек должен одновременно быть и в теме проекта, в теме правил и особенностей, общаться с мастерами и так далее. И при этом быть техником. У него он должен, у него психический склад мозгов должен быть, он должен писать технический текст. Я докину последнюю речь, которой здесь не хватает. То, что ты сказал, то и другое. И третье, это то, что нужно как-то влезть в механизм принятия решения. Потому что, когда это решение не принимается, ты можешь сколько угодно понимать за геймдизайн, сколько угодно понимать за архитектуру, но если там ни один мастер, кроме тебя, не говорит, это будет на этой игре сделано так, то ты, блядь, не можешь написать спеку, в которой написано что это. Ну, я по куче пунктов относительно моделей так и сказал. Я не понимаю, это уже 25 версия, я говорю, что будет так. Спаслись только тем, когда ты пришел, ты немножко исхерачил идею МГ, но зато получил результат и насильно доставил принять решение. Оно было принято. Дальше, коллеги, следующий пункт. Правило... Энди, извини, пожалуйста. Возвращайся. Каким образом ты говорил в мастерской группе о том, что ты решаешь так вот. У нас Деметриус регулярно пишет. Вот так же, как Деметриус это делал. Нет, я в том, как Деметриус. Вот сейчас... Деметриус говорит еще пять фич. Вот как ты это пресекал? Или сказал, что я просто не буду пласти в жопу? Да. У меня мастеров, понимаешь, много. То есть, говоришь, сядь здесь есть? Нет? Нет. У нас будут мозговые слизни. Простите, публики сознания в какой-то форме. Там будет то-то, то-то. Так, стоп. Я не понял. Вот я сейчас рисую, как я это понял. Вот это я понял. Это похоже на то, что ты хочешь? Да, похоже. Но надо еще вот это, вот это вот так. Вот это вот мы это не делаем. Потому что я не понимаю, как это сделать. Я еще не понимаю, зачем это нужно. А вот это мы делаем. Да. Вот примеров такой формы. Утимативно и отвратительно. Да, мне сейчас это внесло мозг. Месяц меня ненавидит. Но мы хоть какие-то эти мозговые слизни сделали. А ты еще и слизни? Я как раз... Вы не оцените весятый. Дочень, пожалуйста. Оцените, конечно. Короче. Вообще говоря, это не то, что надо брать пример. Иди. Это право, да? Мы делаем родители реносовых понятий. Мы делаем родители других людей, кстати, с каких? Ну, я спросили, как? Огни, вот это сейчас стратегия. Они... Это попытки сонализировать с точки зрения, ну, как бы учиться на ошибках. А не... Да. Короче, это у нас на самом деле, конечно же, неправильно. Я сказал, что по-хорошему вы, да? Ну, во-первых, должен делать не я, а специально выделенный человек. А по-хорошему у вас будет спеки, конечно. Ну, спеки должны быть в социациях. Они должны как-то появиться. Для этого труда должна быть задизайнена. Ты не можешь писать спеку без игры. Там было несколько итераций по попытке согласовать какие-то спеки, мастерские группы. Короче, давайте дальше. Про пункт номер три. Это, собственно, про это. О том, что... В начале, друзья, в начале, на этапе разработки у нас был там важный пункт, который мы там зашили, так сказать, улыбку, что мы ни хрена не понимаем, какие у нас будут правила. Мы должны, исходя из этого, на самом деле, писать игру, исходя из этого, писать приложение. Мы не знаем, что есть модели. Мы очень смутно себе представляем, что вообще будет там, может, к игре, потому что писать мы это все начали, типа, зимой, а, простите, правила нам дали в мае. Так вот, в конце. Вот, соответственно, это все было заложено by design, и это нам дало хоть какие-то шансы, потому что, если мы начали бы писать то, что они начали рассказывать мне там где-нибудь в октябре, в ноябре, пытаться это делать в виде кода, это была бы смерть всему, мы бы переписали в десять раз. И результат был по три центра. Ну, короче, к тебе это не относится. Относится это, очевидно, к нашим модельчикам. Вот, соответственно, и четвертый пункт про это же, да, что надо дождаться от МВ какого-нибудь ТЗ на модельный движок. Ну, хотя бы 1 ноября, 1 декабря, 1 февраля, хоть когда-нибудь. Вот, короче, мы так его и не дождались, никакого ТЗ там никто не сделал. Модельные правила переписали двадцать раз, и непонятно на каком виде их там было x итераций попытаться это сделать. На тот день мы это получили в конце мая, или в середине мая, в каком-то формализованном виде. И... Повезло вам, да. Повезло вам. Ну, ты знаешь, там появился большой бонус, там появилась Кубела, которая просто сказала, что все, что мы сделали до этого, переписала это все заново. Сделала это по-человечески. А был какой-то тайм-план вообще на тайм-плане? Был! Очень-очень сложная шутка! Слушай, ты там видишь, нижняя ссылка, можно в ТЗ, 1 ноября было в тайм-плане, потом 1 декабря, потом перенесли, 1 февраля, а потом я забил. Короче, я попробую еще раз. Вот, к сожалению, так. У нас-то мы пытались его строить, а вот все же снаружи нет. Ну там типа супер-дедлайн, после которого все... Их было несколько... ЧТО! 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 Вы уходите и нет... Короче, а это... Главная проблема такая, что вы поставили дедлайн, чтобы не позже 1 февраля и 28 февраля у вас что-то должно быть. Хорошо, окей, вы поставили дедлайн. Продолгом ничего нет. Что делать после этого? Короткий важный комментарий, он еще, кстати, такой. Вот когда ты творческая МГ, и ты вообще в этой архитектуре в IT не бум-бум, ты очень плохо понимаешь, о чем может IT. И у тебя тоже, грубо говоря, как IT сидит без вижена от МГ на тему кейплея. Точно так же МГ такие, блядь, слушайте, а что IT может, а что нет. И все-таки гадают и пытаются угадать, и спрашивают у знающих пацанов-программистов, а что, собственно, Энди-то сможет это сделать с командой. Вопрос правильный, но проблема в том, что мы, ну как бы, я же не знаю, что я могу. Я, в принципе, могу все за бесконечное время. Бесконечные ресурсы. Да, бесконечные ресурсы, бесконечное время. Вопрос, как бы, что нужно? Дайте мне хоть что-то, дайте несколько итераций. Мы пытались выбить из МГ итерации, сделать первую итерацию, мы посмотрим, скажем, вот это неборезуемое, укладываясь в конструкцию, мы можем это, 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 давайте дизитализировать. Короче говоря, смотрите. В общем, нет. Тут есть две, а сами... В целом, там Лево очень просит, извини. Да, я что хотел сказать. Я предлагал это вначале, когда мы начинали делать, но я куда-то убежал. Идею, что есть такая тема, как Agile, спринты и всякое такое. Да, вот я пытался. Там есть, ну, такие принципы. В конце каждого спинта у тебя должен получаться шипа был пробован. То есть у тебя должна быть какая-то штука, что у меня там должен получаться. Но не после первого. После любого. После первого, после любого. То есть в спинта у тебя должен получаться что-то. То есть что-то, что работает. Что может взять мастер, подщупать его и сказать, лох не болит. И, соответственно, как бы... Такой фреймворк, что вот у тебя есть вот эти самые... То есть мы что-то делаем в этот... Если мы что-то не успели, то мы проебается и вообще ничего не сделаем. Короче, есть проблема. А типа мы не возьмем в спринт. Значит, есть проблема. С одной стороны, для того, чтобы такой спринт сделать, тебе нужны... Вообще, чтобы делать спринт, да? Тебе нужны user stories в каком-нибудь виде. То есть задачи какие-то. Что мы хотим делать. И с другой стороны, к сожалению, много ресурсов. Потому что MVP, в прямом смысле слова, то есть что-то, что работает, что-то считает и что-то показывает, из бэкэнда и фронтэнда мы получили после двух, а то и трех месяцев работы. Прости, двух примерно. Извини, побыстрее. А на сколько нужно ТЗ, чтобы это писать? Вот то, что вы писали в БКН. А мы это писали и без везда. По-хорошему, нет, смотри. Я тебе объясню. Смотри, если бы мы приняли концепцию, что мы пытаемся движок запихивать то, что нам говорят, то ТЗ, конечно же, нужно. Понимая, что этого ТЗ нет, мы отказались от этой шутки, нарисовали сами себе ТЗ, концептуальное, и, собственно, начали его писать. То есть, ты понял, что мы просто забили, потому что у него нет для этого. Ну, а дальше через два-три месяца начались итерации, грубо говоря. А дальше начались вопросы, да. Дальше можно было что-то обсуждать. Но там нечего было обсуждать, потому что не было задачи. Окей. Мне кажется, что именно для создания архитектуры ЭЛИС ТЗ было нужно. И вы просто написали его сами и сделали. В какой-то форме. Да. А для того, чтобы делать, короче... Ну, так и очевидно, что нужно не мастеров по моделям, потому что они нихуя вообще не понимают в этом. Вот. Надо дать фреймворк и рассказать про функции, и научить людей придумывать мысли. Нет, нет, но тут концептуальный разрыв есть. Потому что как бы для заказчика мастерской группы, да, им не нужна ЭЛИС, им не нужен этот фреймворк. Им нужно, чтобы игра прошла и модельки работали. Ладно, ребята, давайте убежим дальше. Значит, короче говоря, уже не было, и выводы не получите. Если вы будете какая-нибудь что-нибудь писать, общий вывод, на самом деле, за то в следующий, что IT пишет самозвездное, потому что хоть какой-нибудь, потому что иначе вы этого не дожите, если не дожите. Вот. Ну, то есть, вообще не дожите. Более того, когда вам придет мастера и скажут, а на самом деле мы-то планировали концепцию по-другому, скажут, ребят, если она есть, нет, надо. Простите. Вот. Вот именно в такой формулировке. Мы это и сделали, просто убив лишь кучу лишнего времени. И я не верю, что в нашем, так сказать, сообществе может быть по-другому. И то же самое вы давно обсуждали про модельщиков, что модельщики в начале, начиная с 6 месяцев до конца игры, модельщики, ну, не должны слушать решетников новой идеи. Даже вот эти карточки или что-то такое. Дальше. Ну, значит, про людей в МГ, которые всегда не писали структурные, структурированные данные к какому-то машиночитаемому или хотя бы близким к этому виду. Да, невозможно. Им надо выдавать готовые шаблоны. Глушицы выдали и им сделали. Надо было сделать раньше. Хорошее решение. То есть ты перерисуешь этот шаблон, делаешь пример, заполняет свою частную таблетку или болезнь и так далее вот так, и они там идут и их, короче, пишут. Долго. Ну, хоть когда-то. Сами они этот шаблон и в какой-то форме таблички не нарисуют. Обновления. Ну, собственно, это о том, что люди в МГ или встанем писать все это делать заранее, даже если очень хотят. То есть там всякие половины состояний, таблетки и так далее были написаны на полигоне. Ну, вы все поняли. Короче, творческие люди в МГ или в состоянии делать все вовремя. Мы должны архитектурно и инфраструктурно предусмотреть возможность заливать данные, который был дерган до последнего момента и не обсуждать вопроса, а вот мы там за две недели заканчиваем пользователей что-то добавлять. Дело так, что можно было делать за две минуты до игры, говорить в процессе. Еще было одно последнее допущение, да? Полицей говорил как раз на тему того, что у нас есть проблема, что в App Store или в Google Play их не пустят. Как ты говоришь? В смысле? Ну, смотри, есть некий период, когда приложение... Элис не знает о контенте модели. Да, у нас приложение ничего не знает о модели. Мы уже сказали раньше, что у тебя приложение, оно... Мы его сделали так, что оно ничего не знает о модели. Оно ему все передает. Значит, дальше. А вот была некая предпосылка, ошибочная моя предпосылка в начале, о том, что мы можем делегировать написание моделей на JavaScript. Я довольно простая на самом деле задача, особенно для простых моделей на... Ну, если не на всю МГЭту, на отдельных ее представителей, потому что у нас в МГЭ много программистов в принципе. Ну, там кто-то есть, да? Или кому-нибудь, как бы, помощников, которые не наберут или найдут и так далее. Короче говоря, ответ не напишут, не найдут, помощники куда-то продолбаются. Короче говоря, можно было эту концепцию просто похоронить сразу. Но ведь это ведь на самом деле не так. Ведь это правда так. Кроме тебя. Да. Ну, то есть по факту там какой-то воскликотовый движок. И у меня ощущение такое, что концепция была придумана, а 80% таблеток, болезней и всякого такого мы сделали на полигоне. Ну, не 80, меньше. Ну, кажется, 50%. Я сказал где-то 30. Ну, окей, ладно. Где-то 30, да. Ну, короче говоря, да, мы делали это на полигоне, но, короче говоря, тот случай, когда для тебя не надо было бы упрощать ничего. Откуда, собственно, взяла проблема? Мы, когда думали, что это будут писать все-таки специально обученные или не обученные люди из МГЭ, мы пытались упростить написание там, не используя TypeScript, используя JavaScript. Он не был программист или нет? Если не программист, то какая из них написать? Ну, TypeScript будет удобно. Это ошибка предположительная о том, что непрограммисту JavaScript будет писать проще. Ответ такой, что непрограммисту все равно не напишут ни на чем. В частности, из тех же соображений мы отказались от возможности асинхронного кода в моделях, хотя в ряде случаев это могло бы нам упростить. Короче говоря, не предполагаем, что не специалисты что-то вам напишут, не напишут. Точно ничего. Это как бы идеологическая ошибка. То есть ты либо программист, либо ты не программист. Это в третьем состоянии. Так, следующий большой кусок. Несколько слайдов. У нас, не знаю, еще время. Полчаса. Полчаса. Окей, давайте хотя бы, не знаю, минут 15. Леш, дай же мои слайды. В общем, блок слайдов не мой. И по ним будет понятно, почему он не мой. Я потом прокомментирую. А в интернет есть? Нет, они здесь есть все. Ты просто нажимаешь на следующий. Боже, это человек с синего пикселя. Смотрите в осени пикселя. Да, собственно, как бы. Тут еще будет дисплеймер про то, что это в общем, как мнение меня и еще как бы программиста. Собственно, мобильные частицы. А, ну да. То есть, как бы, это вот такое наше личное мнение. Это как бы не мнение всей группы разработчиков и так далее. Ну, просто какие-то наши мысли вот. В принципе, у нас как бы во время всей этой разработки было много проблем с тем, как это там. Взаимоотношения внутри как бы разработчиков там с тем, кто бы хотелось в какую-то минуту сказать, что все как бы у нас задолбало и так далее. Давайте мы тем больше не будем. Несколько вещей, да. Что так как бы получилось, а то уже обсуждалось, что бюджеты ролевых игр такие, что нанимать программистов за деньги, это невозможно как бы и там, не будет возможно в ближайшее время. Соответственно, программисты участвуют в разработке чего-то, потому что им интересно, хочется сделать шлевое и так далее. Ну, то есть, вот такие соображения. Соответственно, важная часть состоит в том, что, в принципе, коммерческие разработки про то, что вот она, у нас там есть 10 человек и месяц времени, да, то есть, вот как бы жесткое количество времени людей. Они неприменимы, потому что в зависимости от того, насколько интересно работать, насколько комфортно работать, очень сильно зависит, сколько программисты будут на это тратить. Если процесс разработки ужасен и так далее, программист будет работать раз в месяц. Если, как, все клевенько интересно, программист будет работать каждый день. Это, как бы, вещь, которую нужно учиться. Соответственно, вот, как бы, ну, да, то есть два пункта. комфорт интересный процесс разработки и то насколько то что ты делаешь свои точки зрения круто. Леша, а кто здесь был продукт? Я от него хочу услышать мнение. Менеджер по продукту, кто здесь был в нашей истории? Тут имелся ввиду Ленди. В тот момент, когда ты взял ультимативную власть и послал себе в жопу и, несомненно, стал продактсом. Понимаешь, как у нас мнение, много очень ролей одновременно, поэтому это правда. Ладно, короче, давайте все нормально. Да, 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 они не работали, я говорю, что Ленди и был в районе. Так, да. Ну, в общем, да, просто это вот договорились. Такая некая про менеджера беда в том, что да, что менеджер на самом деле не может заставить программистов ничего делать, как он в точности хочет, потому что, как бы... Алексей, у меня такой важный вопрос. Ты считаешь, что это реалистично, если программист и менеджер по продукту не один человек? Что может быть такое, что менеджер по продукту другой человек, а программисту все равно какая-то вот такая супертворческая реализация? Я, как бы... Ну, да, или это возможно? Я считаю, что да, ну, то есть, опять же, что менеджер по продукту, это, как бы, тоже не вполне там, прям, просто заданная в камне, как бы... Да, конечно. Поэтому, да, я считаю, как бы, что это возможно. Но менеджер по продукту должен, как бы, понимать, что, вот, сейчас программисты будут хотеть делать поскольку. Конечно. С моей точки зрения, пробудить нельзя. С моей точки зрения, тогда программист должен быть мастером. То есть, может быть... Ну, это вообще хорошо. Да, то есть, вот, как там... Может быть, вариант, как Молидеус, когда программист-мастер и, как бы, одновременно все программирует, да, и все решает. Может быть, вариант, как у нас Деметриус был на стимпанке, где он был одним из мастеров по науке. У нас, как бы, там были другие продукты, которые на него тоже влияли, но он был, там, разноправным участником не только процесса этой самой написания, но и процесса с разработки модели, как бы, этой самой. Но это требует программиста еще гораздо больше вовлечения. Слушай, ну, это порочный путь. Нельзя залить все на одного человека. Нет, ну, еще раз. Есть, как бы, когда вам считают, да, варианты такие, да. Либо, прямо, мастер-программист, ну, вот, как, например, все сделать, да, как бы. Ну, может, не все сделать. Ну, в смысле, как, всю свою модель, в целом, такая коробочка. Либо, это какая-то группа, там, из программиста и протенцика, которые вот, живут вместе, и, как бы, вместе все делают. То есть, короче, если программист любит видение, как бы, продуктовое видение, то все хорошо. А просто как ты дожился? Завтра оказалось, что здесь тоже нужны AdjaL команды, смешанные с протекторами в потенциале. Неожиданно. Похоже на то. Ладно, давайте я, как бы, что-нибудь по вкусу, потому что я сидел. Да, я это отметил. Это примерно так. Можно добавить? В данном случае у нас не было явно выраженного продакта. По той простой причине, что я тоже программист в общем в данном проекте. У меня одна из моих ролей в крови разработки, еще архитектура, почему общая? Соответственно, менеджер не совсем точное. Извините. Ну да, еще раз. И я про это самое. Изваться менеджером не статем. Для продакта была проблема не в том, что ты программист, как раз хорошо наоборот, а была проблема в том, что ты был слабо увлечен в творческую часть мастеринга. Я пытался не увлекаться. А для продакта это плохо. Для программиста это, скажем так, простительно, хотя в случае негометческого игрового проекта тоже не очень хорошо. Но как бы ок. Либо ты вовлечен в процесс, либо ты становишься вот тем вот самым рабом, к которому сверху спускается видение, на котором ты не мотивируешься. Очевидно. Единственный вариант. Короче, по факту я, очевидно, был у него вовлечен, потому что мне не удалось избежать. То есть это невозможно. Проблема в том, что ты починился. Я пытался поставить буфер между собой и видеоаналитика, но мне не удалось. Возможно, это фундаментальная проблема, и это не работоспособно в подобных функциях. Пока что кажется, что воссуществует денег, это фундаментальная проблема. Возможно. С моей точки зрения, проблема с аналитикой, в равноторсарная. Чтобы аналитику было еще и интересно, если бы он при этом трудно работал, ну такое. Если он мастер... Да, нет, я имею в виду. Если это такой отдельный специальный аналитик, который не мастер... Нет, нет, нет. Это безнадежно. На самом деле, в вашей реальности, аналитик будет либо кем-то из программистов, либо кем-то из программистов, либо хороший контакт с ЛГС остальной, либо это будет кто-то из мастеров, кто-то играет в роли. И это вывод не только по программистам. Все творческие помощники, либо мастера, либо они нетворческие. Либо вообще в процессе разработки игры, как только вы поручаете какую-то творческую часть куда-то на сторону стороннему подрядчику, становится плохо. Когда он сторонный, а не часть команды, не повлечет. У меня есть ощущение, что вот в данном случае... Берете готовый вариант и делаете его сами своими мастерами, доделываете. Или вообще не доделываете. Мне кажется, что в данном случае основная проблема с аналитиками, это не простроенная иерархия взаимодействия с МГС. У аналитика не было возможности влиять на тот input, который он получает. Ну вот у всех аналитиков, которые последовательно пытались сливаться. То, о чем... Вон этот вопрос. Проблема не pipeline в целом, а проблема в том, что в данном конкретном МГС, на данном конкретном проекте вообще не было человека, который мог бы влиять на импут. Да, да. Просто приближаясь как бы к топику, это в том числе убивает мотивацию для аналитика. Потому что он непрерывно получает какую-то фигню, он должен себе что-то сделать и не будет ничего. правило. Даже в этой МГС это не так. Просто на конкретном проекте... Я конечно говорю, давайте продолжим. Давайте продолжим. Продолжаем. Потому что... В общем, это тоже самое сказано, что если программисту сверху приходит какое-то четкое ТЗ, это будет работать плохо, потому что программисту, если ему не понравится ТЗ, он будет работать плохо. Либо случилось в МГС и ТЗ его прям зашло. Какую часть свободы нужно оставлять? Какую часть свободы нужно дать? Очевидно нет ответа. Просто это вещь, которую надо учить. Свободу надо давать. Программисты будут сходить свободы. Если... Да, это, кстати, важный слайд. Да. Это такой важный слайд, что... О чем речь? Когда мы там вешали во все это вписываться, я там встретился в сцене, мы с ним что-то обсудили, какие-то вопросы, что-то еще. Ну, потом было, конечно, какой-то напротив не работает. Ну, и, наверное, мы все такие программисты, у нас... мы все как бы люди умные, и все как бы договоримся, и, наверное, у нас, как бы, вряд ли какие-то вещи очень одинаковые. А у вас канал чист. Разумеется, это было очень такое наивное. Просто не говори ничего. По очень многим базовым вещам, супер базовым, мнения были существенно разные. И как много копий было сломано, и много времени потеряно уже в процессе разработки на вот, как бы, устаканивание внутри команды там. Есть маркерные вопросы, которые можно так десять штук раз сесть и ответить, и понять, что нет вообще? Нет, нет. Понимаешь, это вообще невозможно. Скорее всего, совместимое. Просто, ну там, надо долго, короче, обсуждать и формализовывать разные, разные минии, например, вырабатывать какой-то консенсус. Мы, типа, убили. Один пример, просто. А? Один пример. Нет. Господи, а с такой чистотой, в каком формате, и как именно вести, например, митинги раз в неделю, или, там, раз в три дня, или раз в две недели. Как это записывать, как это формализовывать, как это, как писать, по-моему, фуллоапы. Ну, хотя бы такие шутки. А вы что решили? Ну, что-то как пойдет, так и сделаем. В чатике, все нормальные. Как ты догадался? Я их ненавижу. Нет, шуткой неудобно. А почему работаешь? Я не работаю в чатике, я от них отбиваюсь. Эти, кстати, чатики были очень мало. Да, я отбиваюсь руками и ногами. В чатике попал в аккаунт, за неделю до игры, когда уже деваться мне было. Было двадцать вастера, с которыми общение шло через почту. Я, например, человек, который общался со всей МГЭ, я хочу сказать, что здесь было два вастера, с которыми надо было через почту. Это Инди и Тобио. Я реально не могу работать, когда я там, хватает не пойми что, не пойми когда, не пойми на чем, я постоянно. Согласен. Ещё будем искать, которые умеют только в БСК, и только в Телеграм. У меня была табличка, в какой-то... А игроки умеют только в ВКонтакте. Словом, что с игроками не надо было интернет писать. Или надо было? Нет. Давайте дальше. Короче, опять же, ещё примеры базовых вещей. Как мы будем вообще task management и так далее. Кто-то считает, что всё в голове, это отлично, а не надо спросить. Кто-то считает, что надо прямо всё писать в ТАС-системе. Ну, куча таких вещей. Или там, как устроить рабочее время. Я работаю раз в месяц, три дня просто круглосуточно, как бы, или я каждый день трачу полчаса времени. Это реально влияет на взаимодействие программистов между собой, потому что если я ожидаю, что все будут делать как я, а они не делают, ну это... А тебе как удобней? Мне удобнее, как бы, по вопросу встретиться. Андрею? Андрею это не то. Не, ну вообще, конечно. В этом вопросе у нас практически не было фундаментальных проблем. У нас была фундаментальная проблема, связанная с формализацией. Потому что, я, у меня профессия системная архитекция, моя задача писать документацию. Ну, основная работа. Для меня там, проект начинается с того, что я открываю бумагу и пишу проект в каком-то виде. Программистам наоборот. Открываем код и начинаем фигачить. Сам код, сам за себя отвечает. Хорошо написанный код, читается легко. Три с половиной комментариев, что все понятно. Вот оттуда. Ты понимаешь? Это вообще так и есть. Да, так и есть. Да, так и есть. реально, как-то нормально. Но не то, что один из вас прав. Конечно, программисты правы. А что, вечером? Дуэр. Да. Дуэр. Ну, короче говоря, я там просто привёл. Ну, по сути, это именно так. У меня вот подход там один, у ребят другой. мне пришлось понять, по мнению, поломать. Я хочу сказать, что я прочёл твой датик, который ты писал, и в доках я не понял ничего, а в код я всё понял. Это разные люди. В лидеос, для меня некогда, чтобы самому понять, что это разработали. Я же не говорю, что это нельзя. Мне бы точно понравились, которые писали. Короче, это вопрос по правилам участка. Мысли в том, что правильного ответа нет, но чем раньше, чем раньше вы что-то обсудите, как бы, не отказывая на потом, где вы лучше? Потому что, если вы обсудите до начала проекта условно, то как бы, у вас ещё не будет жёстких дедлайнов, как бы через три дня, не будет, как вот это всё психологическое давление, вы сможете, как бы, нормально, как-то вот, что-то обсудить. Ну, собственно, да, это такой просто, как бы, базовые советы, как бы, не относящиеся к этой игре вообще, а просто, как бы, я хочу обсудить. Не надо треть, другую херальность. Как бы, два, не делай, ну, еще раз, мы начали применять, в какой-то момент. Потому что, если бы мы не начали, как бы, точно, как бы, мы бы не дожили целой команды, да, до начала, до начала игры. А субийством? Просто это такое, да, просто это такое, разобеждаешься, что-нибудь делать. Сколько вот их сообщений утром, всё-таки, отправлялись? Ну, еще раз, обычно ты открываешь утром, как бы, и удаляешь. Удаляешь часть, типа, ты ёбаный мудрак, и, как бы, там, пишешь, как бы, мне кажется, вот эта часть твоего решения, как в полной карьере, Но, после этого, всё становится гораздо лучше. Это правда. Это всегда хорошо, потому что, когда человек, получается, общение, ты ёбаный мудрак, и он не продолжается. Когда, как бы, какой-то контраргумент, какой-то части, общение может продолжаться. Вот. То есть это, как бы, очень просто, как бы, написано на каждой стене, как бы, там, как делать, но, да, часто не соблюдается, но, пожалуйста, соблюдайте. Да. Про дедлайн, что, в принципе, такая. Конца игры. Это не шутка, я помню. Это не шутка, конечно, это реально. Да, то есть, такая геймдев разработка, это всегда есть супер-супер-жёсткий дедлайн, начало или конец игры, как бы, ну, как бы, ни разу этого не видел. А? Вот этот вот слайд, вот в третьем пункте, делал каждый раз, там, типа, 5 лет уже на конверте, каждый раз, будешь со мной, пишет, такой, если 1 марта не будет партнелей, мы всё уберём, так и знаете. А потом держали, 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 держали. Каждый раз. Лёв, как ты считаешь, Лёв, вот если вот, значит, супер такая, осознанная команда программистов, реально сольёт чью-нибудь игру, потому что она там, на момент компона встанет и скажет, вы все, значит, мудаки, нам ТЗ не дали, мы пошли. Что-нибудь изменится вот в тусовке в целом? Абсолютно точно нет. Абсолютно точно нет. Примерно так поступили модельщики с Деуса. К апрелю большая часть модельщиков уже в два раза поменялась и исчезла. Без всего! Без всего! Не важно, что такое. Я просто можно одну вещь скажу важную, что тут такой пример, речь не о том, что если там в каком-то штуке не будет ничего, мы всё устраиваемся в тумане вообще, можно там делать всё-таки условно вода. Убирать ступика по одному. Конкретные воде ступика. Или мы сами придумываем кодела ступика. Если всё это не соблюдать в итоге, то, да, кто стоял говорит, будет продолжаться. Пока программисты не начнут пускать себя как такие формальные мудаки, ну, да, как бы они придумают. Да нет. Да нет же. Не о том, чтобы идти себя формально как мудаки, а речь о том, что, типа, ну, блять, agile забейтён 20 лет назад, что мы должны быть частью общей команды и решать проблему сообща, что мы должны дальше решать, что делать в данной ситуации. Программисты не должны рассказать мастеров, как людей, которые должны спустить им с неба ДЗ, а я всё чётко запрогамирую, как они меняют. А в астрахани должны называть программистов, безвольных рабов, которые запрогамируют всё, как обвелян, за неделю до игры. В этом, мне кажется, проблема. Вот это она. Типа agile, типа построен… Да, 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 да. Это фишка, чтобы заказчик… Я просто сам ни разу не делал… Я боялся… Я просто боялся… про agile, я могу провести отдельный семинар, но… agile не работает… В нашем случае… А у меня вообще телефона нет… Ну, что угодно… Ну, короче, идея, идея о том, что я пытался дождаться момента, когда будет работать хотя бы одна модель для того, чтобы хоть что-то сделать, что-то можно было бы откроем, какие-то кнопочки подыкать, да? Лёша хотел это делать, раздать народу на месяц раньше, условно на режим запустить, посмотреть, залогинить в интернете. Вот. Как бы… Мы как-то делали на Jammo Mobile, приложение для игры. Первое приложение, которое мы раздали, оно запускало и писало «hello». и выгодка такого положения, типа такой пост, пожалуйста, попробуйте запустить на телефоне, очень много интересных. Лёша, настолько плохо у нас просто не было, мы запускали, ну, мы запускали много на чём, и мы знаем, что мы в общем работаем запускательно, и не делали просто массовых, в обычных раз. Ну, это может быть андроид, ну, типа, что андроид и iOS более сильно зрелые платформы, чем Java Mobile, условно говоря. На самом деле, вы всё равно нашли к проблемам, паза в уровень, ничего не запускается? Нашли, несомненно. А ещё как бы, про третий пункт, третий пункт простой, да, что у тебя как бы, игроков как бы, что оно в принципе работает, оно тебя мотивирует, как бы, ну, это тоже как бы, возможно тоже, как бы, про agile, что, ты как бы чувствуешь, что ты реально делаешь какую-то вещь, которую люди используют, а не как бы, ты пишешь что-то в стол, а потом как бы, в игре знает, что будет. Алексей, скажите, дешёвый простой способ быстренько тестировать мобильные приложения в наших условиях. У меня про это есть целый слайд. Дальше. Класс. тестировать как бы на людях или... Ну нет, как бы, дешёвый, дешёвый и простой, довольно абстрактные понятия. Что значит, насколько дешёвый и насколько простой? Максимально. Короче, что я могу получить за Лёша? Смогу ли я, кроме автотеста при сборке, смог теста, там, не знаю, сделать какой-нибудь простой регламент раскатки на двадцать девять баксов и двадцать девять баксов месяц. Ионик. Дальше. Давайте дальше. Давайте дальше. Короче, да, есть, мы не использовали это всё. Ещё. Я не помню. Нет, это моя версия. Комментарий какого-то того же. А, ну, короче, да. Ну, на самом деле, там, я знаю, что Лёша пишет, написал там свою страничку, один слайд, про то же самое. В общем, он сводится к тому, что, да, это реально большая, фундаментальная, так сказать, проблема, связанная с работой just for fun. Честно говоря, этот проект мне стоил, довольно много нервов, именно из-за этого, что, с одной стороны, да, я привык работать, вроде как, в командах с управлением, да, неким. Мне обязательно иерархических, может быть, матрищных командах, не важно. Главное, что, ну, есть команда инженеров, в главе которой стоит, там, архитектор ERP, и там, product manager, еще кто-нибудь, да, и инженер делают, что им говорят. Ну, грубо говоря, ты пишешь его проект, даешь проект, они его делают. Ну, там, до какой-то степени ты его детализируешь, насколько ты считаешь для себя нужным, и все работает. Вот. А в группе just for fun так не работает. Вот. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что это не работает. При этом, ну, в общем, конечно, ответить на вопрос, как правильно, как выдержать баланс между централизованным управлением и менеджментом, хоть каким-то, и делегированием, соответственно, на уровень исполнитель, на уровень программиста, какого-то там, интересного ему объема работы и принятия решений. это вопрос открытый. Я не знаю, на это правильный ответ. И, видимо, в каждом конкретном случае, каждая конкретная команда или каждый конкретный там лидер-разработчик будет этот вопрос как-то решать. ответ имха какой. Тюнить это дело по мере как бы если, и просто сначала оно будет даже в процессе одного проекта меняться. То есть в какой-то момент у тебя будет какой-то централизованный фидбэк с а в какой-то момент вдруг уязательно выясняется, что решение по модели нет, не про модели. Это вопрос про взаимодействие внутри разработки. То же самое. То есть просто менять эту ситуацию. А, это даже внутри разработки тоже, да? Это речь идет внутри разработки, там написано. Это вопрос про группу как раз разработки. То, про что говорил Леша. Потому что, для меня естественным вопросом является, что я там ломаю себе голову, придумываю какую-то архитектуру бла-бла-бла, что-то, да, напишу на этот документ, выдаю это делать. Ну, как-то. А потом оказывается, что разработчику это неинтересно. Или, там, они считают, что это неправильно. По каким-то причинам. И, если на работе, ну, там, я могу сказать, так, стоп, ты можешь мне обосновать технически о том, что это правильно, а не то, что это интересно. Или, там, я считаю, что ты неправ. И, как бы, я решаю эту проблему, как менеджер, как руководитель, да? То в Just-A-Fone это не работает. Вот. И, в целом, понятно, почему не работает. Вопрос, как бы, как эту проблему решать. У меня нет однозначного ответа, потому... Главный, наверное, важный пункт, что этот вопрос нужно, видимо, решать заранее. Смотри, у тебя на рабочем проекте про каждого разработчика есть квалификация. Чего он имеет, чего нет. А на таком проекте у тебя кроме квалификации появляется еще второй из списка, чего ему интересно, а чего нет. Ну, этого нет списка. Ну, ты потыкай в него палочки, он тебе расскажет. Ну, в смысле? Он фактически... Он на лбу не написан, но если спросить, он тебе скажет. Фактически, но... Ну, вот, ладно. Короче говоря, это вопрос, ну, для отдельного долга, скорее, круглого стола, нежели, чем доклада, да, и, ну, горюшим у нас, однозначного ответа нет. Леша сталкивает свое мнение, я написал, прокомментировал так. Больше не знаю. Так, теперь замечательный слайд по поводу того, что, откуда брать все разработчики. Вот это я не знаю. Значит, в тусовке у нас, это просто фраза из радио диалогов на момент старта проекта. В тусовке, как и второй айтишник, мы всех найдем. Ага. Вот. Но, тем не менее, айтишников вроде много, людей, которые готовы работать, умеют, ответственны, и у них еще и время это есть. И дальше. Громкие вопли о том, что, вот, нам нужен программист, и нам откликнулось 20 человек. Ну, дальше. Мы смотрим, половина умеет, например, ни хрена, из оставшихся половина, большая часть умеет, я хочу только андроид на джава, я хочу пакент на первом, или я умею только HTML, и ничего больше делать не хочу, и учиться не умею. Ну, или умеют JavaScript, аж тем более, окей. А кто хотел на перле? Ну, я не знаю. Кто хотел на перле? Покажите его. Не помню. Не важно. Вот. Когда выяснилось, что ему надо писать бэкап, я не хочу. Правильно. Короче говоря, в итоге остается очень мало людей, это надо понимать, что на самом деле все эти вопли мало чем приводят. Дальше. Админы. Вот до хрена. Тем не менее, вопли, нам нужен админ на длинный список, большая часть растворилась в воздухе, два человека остались до, по-моему, июня, и растворились в воздухе до полтора месяца до проекта. Все. Админ, в итоге был я, потому что больше, блин, некому. Админов у нас пол потусовки. Да, где? А, да, еще есть отдельная пачка людей, которые как-то, ой, у вас exchange не open source, почему у вас windows и linux, а давайте все сделаем на open source какого-нибудь сьюз там чего-то. Не, у вас сьюз, у вас неправильный цинтос, давайте добианы где-нибудь. Вот. Они рассказывают мне, я вообще не linux админ, мне нам надо цинтос, я вот пошел, прочитал, допустил цинтос, мне плевать. Вот. И таких много. То есть это был реально объем переписки. То есть, иначе говоря, мы не смогли нам в итоге найти себе админов, продавок себе, админов не нашли. Вот. Значит, на бачные linux, exchange, windows и так далее. Мы не нашли, ни на полигоне, ни в Москве, хотя бы удаленном. Мы нашли очень мало программистов, и еще меньше из них, которые бы делали что-то стабильное, и половина, часть тех, так сказать, добровольных открытий, простите, но я по разработке не очень хотел бы допускать нормальной. Вот. Ну, как бы, в общем, все плохо с точки зрения поиска. На мой взгляд, массовые рассылки нам кто-нибудь нужен, в риг, который делает Нуси, не работает. Вот нет. То есть, вы можете найти абстрактных волонтеров копать что-то в лесу, но найти там людей с людьми, безнадежно. То есть, да, типа, Илья уже у нас был, как бы. Ну, да, у меня массовые рассылки. Нет, на самом деле, кого-то мы нашли, но... Ильяшкалов пришел с массовой рассылки, да? Не только. Там Ильяшкалов, это один оставшийся с этой массовой рассылки. Ну, вот, все-таки, один человек, конечно, больше, чем... Кто-то приходит, просто не очень много. Ну, то есть, понятно, что люди находятся просто очень мало. То есть, на это не надо рассчитывать. То есть, рассчитывать на то, что вы найдете там людей поиском, на такие массовые, очень мало горает. Так, о... Всякие комментарии по поводу технических решений, ну, собственно, какие решения были правильные, какие неправильные. Ну, это мы уже говорили по размещению все еще только можно и отказе от больших серверов на полигоне. На мой взгляд, это идеально правильное решение для никакой подобного типа с подобным количеством IT. Да, надо. Если у вас нет интернета, решите эту проблему. В смысле, что дайте с другой полигон и поставьте себе, не знаю, тарелку, да, маленькую, что на 3 дня это не так дорого стоит. Да. Так далее. Обед. Ну, да. Скажи про маленькие решения потом отдельно. Маленьких решений вроде как не существует. В САД. Окей. Ну, да, друзья, значит, у нас сейчас тренируется на ноль, формально у нас обед и мы будем разбегаться, в принципе, может держаться еще минут на 15, мы закончим вот этот блок. Мне кажется, если кто хочет, тогда пусть идет, то я расскажу. Ну, да. Ты сам, будешь, или нет, я перешел. Понятно. Короче, по поводу интернета на полигоне, ну, на мой взгляд, да, естественно, все это кресо потом будет выложено полностью там, со всеми комментариями. Хорошо бы, конечно, имея интернет, имейте какой-нибудь бэкап. То есть если мы об этом, в общем, серьезно не думали, думая об оптике, ну, как бы, как показывает практика. Мобильная связь грохается от количества клиентов в одном месте. Уникальный случай, не знаем почему, возможно, наконец-то началось с мобильной связи стала нормальную качество 3DLTE. Короче, под 800 телефонов в одном квадратном километре и это все не грохалось. То же самое внезапно случилось в стим-канке. Там тоже внезапно в двух функциях. Возможно, вероятно, все станут в штрафы. Что? Нет. Почему заключил? Ну, писалось, что, чтобы негативно нагружать соду, пожалуйста, не пользуйтесь. Короче, большинство народа не включало ничего. У тебя просто айфон живет в телефоне, а просто включен, он на что-то живет. А про АБС-ки вокруг чего-то известно? Ну, неизвестно. То есть известно, что, во-первых, там есть не оператора, ну, в смысле, что там уже покрытина рядом с Московской трассой, соответственно, там в принципе хороший покрытина рядом с Рейдисом. То есть там все хорошо с БС-ками для не Москвы. Ну, это тем не менее, все-таки там какой-то заброшенная сцепабрика. Ну, в любом случае, это такая штука, на которую я бы не стал рассчитывать, если заранее не проверено. закладываться нет, это надо проверять, выезжая на КБС-ки и важно, мобильный трафик ждет немного. То есть, приложения продолжают работать со своими минимальными обменами данных, в общем, практически в каких угодно условиях. То есть, очень мало надо. если вы там не видео качаете. Так, ну и последний важный пункт. Использовать нормальное сетевое железо с коммерческого класса. Ну, как бы это пункт, который положен в основу, что мы не используем там. Что было-то? Конечно. Ну, если вы знаете, откуда взять... В общем, возьмите. Ну, ты же знаешь, откуда их взять. Ну, кстати, про... 20 с лишним шумом. Не 20. 10. Про это я знаю. Значит, ваш пункт по 20. Нет, у нас 10-12 штук 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 штук. Сейчас тут 15. Они дорогие. Они не дорогие. Нормальное решение. Захудели, что ли? Нет, они дорогие. Они стоят 3 тысячи рублей за день. Распозрекнулись. Была ли передача, как бы, из одной сотой и другой настройная? 3 тысячи рублей за день. Был настройный? Внутри цифра. нету цифра. Спасибо. Энна. Энна. Биквити умеет передавать, как бы, людей делать шовные? Да. У тебя контроллер специально для этого железка? Да. Там ставится совершенно простой. Ну, контроллер просто на любое дом. У нас стоял, у нас работа. Юзерские контроллеры и цифрские контроллеры. Здесь они обязаны это делать. Они делают там. У вас было отдельное железко, да? Это программное всё. Виртуалка. Виртуалка работала. Ну, понятно, что в этой серии вы зажрались. Тем не менее, если бы нам пришлось мучиться еще и с железом на каждом этапе, мы бы застрелились. У нас была опция арендовать Wi-Fi профессиональные, ну, нормальные точки Моторолла за, по-моему, 150 тысяч на 2-3 недели примерно. И мы бы это сделали, если бы не было. Мы договорились. Это пункт на яшке, что ли? Я так понимаю. И мы бы это точно сделали, потому что иначе было бы совсем смертью. Я считаю, что это было бы крайним решением. Так, дальше технические решения. JavaScript для мобильного приложения. Да, отлично работает. В сравнительно просто в разработке удобно. В общем, проблем не было. Но JavaScript для бэкэнта разработки. У меня претензий к нему тоже нет. Куары очень хорошо. Что? Куары очень хорошо. Да, это очень хорошо. Куары отличный механизм. Работает стабильно, круто. Работает стабильно, хорошо, отлично. Работает стабильно, очень удобно в функционале. То есть если вам нужно сделать какой-то универсальный механизм, не знаю, таблеток воздействий, точка попадания в какие-то зоны. Вводы любых данных. Практически любых воздействий на персонажей, QR-коды на распознавалке – это идеальное решение. Для тех, кто не знает, мы сделали следующим образом. Таблетки реализовывались просто отпечатанными QR-ами в типографии, квадратиками. Причем этот QR, у него внутри не было зашито ничего про то, какую таблетку он реализует. Были универсальные QR-ы. Соответственно, при продаже его привязывали к конкретному препарату. Что он, собственно, значит на сервере? В процессе продажи через магазин. И когда человек сканировал этот QR приложением, данный номер этого QR улетал в серверную часть, и там из БДшки, соответственно, смотрел, что же это работает. Это идеальный механизм для любых практически такого рода задач. То же самое работает для помещений. Ты зашел, просканировал QR, если у тебя висит QR красного цвета, ты обязан его просканировать при входе. Как ты его увидел? Пришел, увидел, спосканировал, получил эффект. И так далее. У нас есть эта цифра быстродействия? То есть насколько быстро поднималась камера из самого... Быстро. Если вы помните, были какие-то прекрасные идеи из серии давайте мы боевые взаимодействия на QR, как бы КАДАК сделаем. Можно, но неудобно. Еще раз. Основная проблема со скоростью очень сильно зависит от телефона и камеры. У нас есть какая-то статистика? Я просто пример приведу. Вчера вот на... Я как бы с заднего ряда вот на таком проекте я смог своих телефонов сканировать. Кто-то не смог у вас сканировать в метре от экрана. А камера зависит. Я просто говорю, что делать боевку на таком, ну как-то чем-то. Хорошо, боевку стрёмно, потому что далеко неудобно и так далее все-таки сканировать надо. Если у тебя есть время навестись и сканировать, но в целом они работали стабильно и это очень-очень хорошее решение. Реально всем рекомендуем. И дешевое с точки реализации на самом деле. Были сомнения насчет, будет ли это сканироваться там в темноте и так далее. Я так понимаю проблем не было. Телефон подсвечивает и все зашибись. Как-то так. Слова по запросу. Скушку ты запробовал? Да, две проблемы как бы. Одна про которую написано, что у нас в приложении про яркость экрана тоже написано. Про яркость экрана тоже написано. Про яркость экрана мы продолбали и не удержали. Да, мы не удержали. Ну короче, про Куаре... У меня никогда не было опыта, что это надо делать. Короче, про Куаре... Он как подсвечивал ее? Нет. Программа просто ярче должна быть для того, чтобы видно человека. Человек это видел. Нет, нет, еще раз. Если ты показываешь на телефоне Куаре, ты должен выкрутить яркость телефона на марте. Лучше программы. Иначе оно будет публиковать и не сочетается. А, я понял. Окей. Диметриус, для тех, кому это актуально, у нас был еще механизм. Вам не обязательно печатать Куар-код. Вы можете использовать взаимодействие между телефонами. Вы можете генерировать Куар-код. А другим телефоном сканировать. А я помню, это оплата. Именно. У нас на этом была транзакция механизма оплаты. Когда человек хочет кому-то перевести деньги, он выставляет счет, показывая Куар, а другой сканирует этот Куар и этим переводит деньги. Это очень легкий реализация механизма. И очень удобно. И очень круто. И работало оно там вот так просто. Это Николай все делал, да? Николай делал пакент, мы делали фронт-энд, мы разработали технологию. В софт-мобильник. В Николай летали только запрос на транзакцию. Я понял. То есть вы понимали, что надо сделать? Да, да, да. Николай просто летал API. Перевести с такого-то счета на такой-то счет столько-то денег. Все понятно. А мы реализовали взаимодействие. Вот. Короче, Куары отличная штука. Да, при тестировании, да, тут написано поля. Короче, я все тестировал то, что мы отпечатали. Но, блин, iPhone в домашних условиях работает, видимо, лучше, чем там что-нибудь дешевое в полевых. Так что, не знаю. Да ладно. Вот. Ну, извините. Там вот что-то печатали за два дня до выезда на полевую. Реально, последние недели. Как всегда. Да, конечно. Насколько большие поля? Парвить эксперимент. Ну, у нас были там поля, типа, полсантиметра, помню, на этих таблетках. Они просто вот такие эти таблеточки. Но я бы сделал там, наверное, в палец был тоже норм. Спасибо. Вот. А размещение сервисов на ВМках и использование плац. Ну, короче, все, что у нас жило в облаке, жило на виртуальных машинах. Нами же и обслуживают мной точнее. Поскольку у нас продолбались, я уже сказал администраторы, и обслуживание было жрало время. Не очень много, все-таки виртуалки. Но, тем не менее, жрало. Как бы правильный ответ. У нас в современном мире есть платформенные сервисы. Как бы используйте Azure, AWS, Google. Я вообще фанат Azure. Ну, я тоже фанат Azure. Ну, просто, типа, докер-контейнеры, мне кажется, лучше, потому что их можно там перетащить. У меня про это есть там в следующий раздел. Я вам, конечно, сейчас в видео расскажу, мы не успеем, но его можно прочитать. Короче, оба варианта норм. Кому чем больше удобнее. Можно контейнеры, действительно, это один вариант. Либо PAS в виде ажурских сервисов. То есть, Энди, для чайников это в облаке, то есть не на полигоне. Да, да, да. Но если есть контейнеры, то можно и локально. Да, почему контейнеры, интересное решение для этих задач. Перескочим, контейнеры позволяют спускать себя достаточно простым способом на любой платформе этих контейнеров. А платформу, в принципе, можно взять в облаке готовую, в том же ажуре, в облачной кибернетис, или в гугле Google Engine, так и развернуть собственный хост на полигоне стандартным образом, где будет работать тот же кибернетис, в котором контейнер стормишь, и он его точно так запустит локально. С теми же условиями и так далее. Сильно облегчит установку. Потому что контейнеры рулят. Вопрос в том, кому они там сильно нравятся, или кто там большой у них док или не док. Я вот не специалист по ним. Увы. Но в целом, контейнеры, они очень сложные. Звук-звук поднимаешь, все работает, вот так. Я не знаю, но я думаю. Короче, контейнеры и PAS сервисы. В общем, виртуалки это был последний раз, когда я это делал. Игровая почта. А вторая вещь, которая относительно недорогая и жутко удобная. Мы сделали отдельную внутреннюю почту на базе экченджа, в которой инвестировались не игроки, а персонажи. И взаимодействовали между персонажей от имени персонажа. То есть переписка от имени персонажа. Обычный почтовый клиент, обычная почта. Просто у тебя, мы зарегистрировали какое-то пенско-каданское количество ящиков в домене. Занят, потом идут позже. То есть это публичный ящик, в который мы там просто ходили. И сделали, собственно, почтовый сервер. Идеальная вещь, очень удобно, несложно. И как бы все рекомендую. Первое. Легко ли туда, точнее, как ты докатывал туда новые учетки? У меня был... Я написал целый сервис интеграции между своим импорт-сервером и экченджем. То есть у тебя импорт-сервер при забирании учетки из Alice, через API дергал мой сервис, запущенный на экчендж, который через PowerShell создавал мне все, что нужно в адеп. Сложно ли это переиспользовать? Если я возьму твой код, я смогу его? То есть ты экченджи его прикручишь, да? Ну да, да. Там есть API, просто передаешь ему там, что тебе надо создать, и он тебе создает ящик. А PowerShell, типа, лимон, рецептюшен, из ноды с линукса? Все, я понял. Так, вроде же есть PowerShell под линукс теперь. Теперь есть. Теперь есть. А теперь еще и Unix под линукс есть. В чем тут нода с линуксом? Ну, потому что у меня приложение, которое es, оно работало в чем? Сервер нода под линуксом? Нода под линуксом, да? Нода под линуксом, а PowerShell вне. Правильно. А теперь надо дергнуть PowerShell из этой ноды. Как мне это сделать? Поэтому он поднял отдельный, короче, подпуск. Потому что у PowerShell API его нет, ну, то есть надо какой-то сервер запустить. Соответственно, запустил нодовский же микросервер на шеле, который... Пусть я делал. Вот. Короче, писал вот там за два дня. Очень удобно. Второй вопрос, которая... HelpDesk, да? Все есть теперь. Теперь все есть, да. Да, теперь все есть. HelpDesk. Какой прикручивали к экченжеру? Ну, то есть именно для фиксации... Какой? А, Jira в прошлом селе? Сикет в Jira были? Тикет в Jira, реально. Поскольку я знаю, да, ребята используют Jira. Типа там был Jira Service Desk? Нет, точно Jira. Они там сикетов тупо завели все. А руки... Люди руками это делали? Нет, там люди писали письма и уже HelpDesk завозил тикеты на нас. Ага, автоматически мы не делали. Слушай, ну это нормально. Могли бы, но забили. Это мне кажется, нормально. HelpDesk, по крайней мере, мог прочитать глазами и понять, что тикет вообще имеет смысл. Чисто функция фильтрации в этом случае. Нет, почему они половину делали? Сколько деньги прошло через кулак? А там была статистика где-то цена? Была статистика. Меньше сотни. Ответ такой. Вот. Но там больше, не знаю, 50. От 50 до 100. Вот такой порядок. Это тикетов заведенных. В смысле, что поэтки приходили постоянно. И там просто было много больше. Короче, почта рулит, надо делать. Почта на exchange. Если у вас обмин exchange есть, то рулит, конечно. На чём умеете? Ну да. Ответа на чём умеете, конечно же. Вот. На будущее. Что я бы сделал в будущем точно? Девокс. Девокс, да. То есть, короче говоря, было очень мало времени потрачено на автоматизацию. Лёша что-то делал. Но, к сожалению, мало. В следующий раз я проект начну с того, что сначала автоматизирую процесс деплоя, сборки, выкладывания деплоя мобильных, тестирования мобильных запасов автотестов, а потом буду делать всё так. Простите. Это уже торг. Это уже не отрицание. Ну, короче, у меня сейчас есть тестовый проект для как раз эксперимента со мобильным. Не для игр, а для себя. Вот. Первое, что я сделал, это сделал автодеплой через OSTS на всё. И автодеплоя через OSTS. Нет. Короче, больше руками я это стартовать всё не буду. То есть, у нас в какой-то момент количество стартующих сервисов доросло до пункта безумного количества. То есть, у нас не было автоматизации кибернетис какого-нибудь. Ну, умерли. Или просто автоматизация в декабре, когда в течение времени, а руками всё выкатывать это на полигоне. На полигоне за 5 минут. Кажется, мне кажется, что это не надо. Короче, в общем, это был прокаченный момент. И он больше делать не надо. Средства автоматической сборки под iOS не сделали нормально. Было бы кое-что сделано. Лучше было бы автоматизировать эту цепочку. И не париться с ручной сборкой. Потому что сборки коммерческие. Те, которые публиковались в App Store, они собираются луками. Вот. Через Xcode, Apple и так далее. Юнитесты. Юнитеста гулят. Без тестов жить нельзя. Если бы на моделях не было юнитестов, мы бы их не написали вообще никогда в жизни. Т.е. мы использовали юнитесты для моделей в полном покрытии. Для фреймворка, для брюкенда и для фронтенда частично. Короче, юнитесты гулят делать обязательно. Что правильно? Какой движок? Моча. Моча, по-моему, да. Моча и шут-шут-шут. У нас на модельках моча, а вот в фронтенде не знаю. Там тоже где-то... А в Краине все-то не важно, они все одинаковые. Т.е. ты, мне кажется, по имени теста немного переизвучаешь излишний оптимизм. Ну нет, они, короче, без них было много... Ты не понимаешь, без них было много хуже. В смысле, что их было не 100 и не 50% покрытия в моделях. Опять-таки там, где я трогал. Ну хорошо, окей. Так, дальше. Отсутствие интеграционных тестов — это проблема, которую мы завесим слишком поздно надо было делать. Ну, в смысле, что мы не заморачиваемся, а надо было делать. Мы потратили много меньше времени на оплатку всего на тригоне. Ну да, козненное начало тестерами живых людей, про это Леша уже говорил. А, общий log-коллектор надо создавать в начале проекта, а не в конце. Ну, коуч-дп, как экзотическая бдшка, наверное, когда было либо её скрывать, либо не использовать. Ну и у нас было очень ограничено API для аэлисов. Оно было написать в начале и лучше. В смысле, для торчащего мобильного? Оно было не только для мобильного. Оно было приложение. У нас было ладопи и торчало наружу, и для мобильного вообще. Да. У нас было смелое предположение, что коуч дает rest of API, и это правда, что мы будем его использовать. Это плохо. Плохо так делать. Типа, что мы читаем, все читают на прямую из коуча. Да, у него есть аутентификация. В общем, это хорошо, но это реально так не работало. Реально не работало, да. А, это связано было с техническим, да, видимо? Ну нет, там просто неудобно, когда лучше отлазить в базу. Просто они получают либо слишком много, либо ты должен слишком сильно извращаться, чтобы что-то закрыть. Управление задачами Jira. Jira рулит. Jira очень удобно. В использовании Jira. Есть альтернативное мнение. Нельзя ее платить, потому что... Да, я знаю, что ты ее ненавидишь. Прости. Чудовище. Они переделали интерфейс. Да, новый интерфейс выкатился. Честно говоря, мне нравится меньше. Он, смотри, это тоже самое, просто вылизано более дизайнерски, и оно более хипстерски. Короче говоря, да, оно более хипстерски. Jira очень хороша. Более того, у Altasin есть замечательная фича. Теперь я об этом знаю. Для open-source проектов можно получить бесплатно Jira или любой другой продукт. А они, правда, вот так вот по-простому все дают? То есть можно написать... Я тебе могу перетиску показать. Я говорю, вот у меня тут проект. У меня тут есть ваш, это самое, живет у вас уже почти год. Он на самом деле open-source, и мы надеемся его продолжать делать. Он для того-то, для того-то. Может быть вы там дадите бесплатную штуку, соответственно. И они такие, типа, ну ништяк, да? Да, через два часа мы рады поддерживать open-source, рады с вами работать, бла-бла-бла. Охренеть просто сервис. Я просто там это... А Altasin рули. Круто, да. Короче, Jira прекрасно. Basecamp, ну, кабинет, конечно, бункер ужасен. Но для разработки... Basecamp тоже что-то мне нравится. Мне не нравится, да. Для проектов может быть норм, для разработки ужасен. Короче, просто в Jira... Это самый документированный код. А, ну это конечно, да. Бесплатно. Да, это что тебе нравится. Странеры мне нравятся. Это правда, но для разработки она удобнее. Конфлиенс. Это тоже атласимский продукт. Это Wikia. На мой взгляд, это просто счастье любителя документации, но не все им любят пользоваться. Коркловая вещь, да. Опять, есть вся мощность, которая бы сделала в конфлиенсе. Конфлиенс тоже чудовище. А когда у тебя половина только в конфлиенсе? Вы вообще, программисты писать не умеете, не любите. А половина Google Docs, это трэш. Короче, Google Docs, это худшее, возможно, на мой взгляд, в их документации. У меня в конфлиенсе... Невозможно нормально работать, они медленные. Они, когда их становится 20 штук разных версий, это полный трэш, с этим невозможно жить. Ну, в конфлиенсе структурирует... Версионирование... Версионирование... Все, не могу. Ну, все, программист понимал. Нет, нет, как ты... Версионирование, он не видел в конфлиенсе. Есть версионирование. Версионирование, конечно. Версионирование, конечно. Версионирование, конечно. Все там есть. Ну, NGB полноценное там. А ты на Викерируешь что-то? Чисто правки смотрит? Есть, есть, есть. Смотреть правки можно. Я скорее V1, V2, грубо говоря. V1, V2, это вопрос структуры. Ты ему сам сюда... Метчики можете ставить наверх еще? Да, можете лучше делать. Так, последнее, это Github или B2. А чего вы хотите, господи? Бесплатные закрытые репозитории, это обман. А не на 5 разработчиков, а вы на BGP вызовите 6-го и 7-го в последний момент. Нет, потому что нам просто в закрытые репозитории надо было запихнуть только модельки. Это еще не могли бы делать. У тебя импорт сервера, то есть по факту содержался без закрытых мальчиков. Да. Не обман, а модель монетизации. Ну, в смысле, что надо ебать мозг и сразу покупать вклад на Github. Возможное решение. А потом после игры открывать его, и все, проблема. Возможное решение. Ну, опять же, Github или Bitbucket на самом деле пофиг, и то и то норм. Ну, Github типа социальный такой. Ну, да. Скорее... Ну, да. Ну, да. Поэтому все где-то как-то звездочек. Ну, соответственно, Helpdesk на полигоне это идеальное решение. Как бы мои там поклонные ребятам, которые там мучились. И, в общем, короче говоря, вам необходимо. То есть если у вас там какой-то сложный IT, там Helpdesk создавайте. Обязательно. 4-5 человек там было. И работал отлично. Они работали, реально заводили тикеты, пытались что-то делать сами. Нет, самое крутое... Самое крутое, что они вот значительную часть проблем позволяли просто отсечь сразу. Да, понятно. Бесхлдеска вообще жить нельзя еще. Мы бы возненавидели все. Бесхлдеска мы бы... Ну, нас так дергали, а бесхлдеск мы бы застрелили. А я не знал им наличие повязать в жертву или лобу ногами. Ну понятно, блин. Ну, да. Короче, Хлдеск был, они там сидели на входе. Короче, отличная вещь. Ну, довольно банальные там вещи, да. Все, что можно настроить заранее, потому что у вас будет что-то настроиться на полигоне. Вот. Вы это будете делать то, что вы забыли застроить заранее и доделать. Вот. Имейте схему и документацию. То есть вам, когда надо делать какую-нибудь сеть, вам не надо вспоминать с головы, как вы это будете делать. Имейте готовую схему, что куда коммутировать, что как настраивать, что как называется и так далее. Пришли и начали делать. Ну, соответственно, пытаться делегировать этот пункт для меня на самом деле. Вы делегируете как можно больше. Вот. Если есть кому. Ну, да. И это то, что если вы в шок пишете для игры, играть вы не будете. Сто процентов. Ты же играл в Westworld. Да, но я играл не в ту игру. Слушайте. Ваши ошибки так. Казалось, что Лёша нормально играл. Ну, я его дергал и... Да, Лёша играл. Нормально? Я его дергал. Мои проблемы с игрой не связаны с участием разработчиков. Ну, короче говоря, вероятность того, что вам удастся совместить активную разработку и эту игру... Например, на CDG2 для рангера попытка совместить игру и программирование закончилось тем, что посреди игрового момента, где его, значит, там раскурочивали на это самое... Встает, руководит и нет. Мы приняли решение его выделить, потому что был просто никак. Вот я о том, что лучше так просто заранее не делать. В случае мобильного почему можно, ну, как бы... Мне нам это было не очень нужно, потому что, ну, как бы... Все было сделано. У нас уже, во-первых, все было сделано, и во-вторых, у нас не было шансов, на самом деле, во время игры серьезно его изменить. Ну, как? Потому что время деплоя через App Store минус 48 часов, не считая выходных. Да, ну... Как бы, они, кстати, укладывают... Айваз! А, это источник опроса, мотивационный слайд. Да. Да. Ну, это, типа, вероятность... Скорее, да? Скорее, нет? Ну, я понимаю, что это от одного до пяти. Пять это точно да, один это точно нет. А вы только сколько опросов задали, Леш? Там было много. Давайте потом... То есть, точно нет, не было вообще ни одного? По-моему, возможно, один. Один. Нет, ноль. Ноль процентов, да. Ответило 180 игроков вместо нас. Места. В принципе, довольно большой. Два, ты и ещё кто-то, да? Потенциально 400, возможно, не хотели бы больше никогда об этом ничего слышать. Прости, эта выборка смещена в сторону Дружелюб. Да, 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 я тоже. Ну, очевидно, не очень статистически верна, но неважно. Короче, этот блок закончен, остальное про разработку. Там ещё очень много, так что думаю, сейчас этот... Ну, не может явно прочитать. А чё, Энди, больше никогда? Они уже торгуются! Её, останьте. Да, к слову, никогда.